Александр Вертинский «Я всегда был за тех, как горше и хуже» Самовлюблённая певичка с кабацким пошибом и наглостью джигита берётся переложить искусство поэта на манеру своего ремесла. Получается пошлость. Сначала, прикидя техничке, она изображает уборку зрительного зала. Затем к ней снисходит «Инсайт», она сбрасывает грязные тряпки и оборачивается маленькой балерией, девчонкой, звездой, шалункой. «Инсайт» обеспечивает долговязый актёр музыкальной комедии, по замыслу режиссёра, обладающий достаточным внешним сходством с поэтом и утробным дыханием призрака оперы. Подмена разительна. Как оказывается легко опошлить самые тонкие переживания и движения души. И сады голубые кудрявой вселенной, людей, сдать на потребу мышам и червям, чьё самопроизвольное размножение не нуждается в Господнем участии. Это и есть деградация. От сходства и подделки до подмены и перевирания. Подделка опасна и отвратительна тем, что готова замещать, готова существовать за поэтой, вместо поэзии подсовывать симулякор музички и слов. Неискушённый зритель примет её за новую интерпретацию. Неофит за искусство как таковое. И в этом голубом сне любые, даже самые изящные телодвижения певички с партнёром будут выглядеть постыдными кривляниями ряженых, дразнящих чувственность до той поры, пока каким-то образом не состоится явление самого поэта, некоторое время оттиснённого аналогами и местоблюстителями. Не узнать его невозможно. Каторжное клеймо поэта жжёт за версту. Это именно он из падали может создавать поэмы, а из горничных делать королев. Мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшим зазвучал напев. Напев не из головы, но из сердца, которое знает, мечтает, ждёт, вечно куда-то зовёт. И этот зов по новой тонит и пьянит, как весна, зов бытия, туда, где зацветает миндаль, тает и улетает печаль. Слышащие этот зов в голосе, облике, слове поэта, конгениальны ему. И тогда им тоже удаётся чувствовать и умножать много большее, чем они есть каждый в отдельности. Таковы программы Валерия Агафонова, Олега Погудина, Елены Камбуровой, Бориса Гребенчакова, Александра Хачинского, Андрея Бутрина. Собственно говоря, артист конгениален поэту, когда по зову бытия вступает в свой диалог с эпохой, вступает вроде бы на чужом материале, присваивая и делая своим. Это присвоение всегда будет рискованным, авантюрным, но никогда не безнадёжным. Явление поэта неизбежно, как неизбежный естественный ход истории и поэтический приём реконструкции исторического. Поэт такой же естественное явление языка, как ценностный смысл, обретаемый в диалоге с документальными и художественными памятниками прошлого и актуальной здесь и сейчас. Мышление, сознание, понимание ипостаси одной творческой личности, в историческом единстве которых только и существует мир с его местом для коллективного деятельного «мы» и волевого человеческого «я». Все мы изначально принадлежим этому творчеству и однажды уйдя возвращаемся. Оттуда идут, бегут, летят, спешат заботы, туда же вдаль туманную текут года. Где это место, откуда язык и тот предел, в который настойчиво и нежно от жизни нас уводят навсегда, гадает религия. Но только поэту, пророку и философу, дано сказать, что чувствует каждый. Манит, звенит, зовёт, поёт дорога. Мы – осенние листья, нас бурей сорвало. Герою Жюля Вернов, флегматичному англичанину мистеру Филиасу Фогу, довелось объехать земной шар за 80 дней, чтобы выиграть Пари и обрести прекрасную миссис Ауду, спасённую им от огня погребального мужниного кострища. Иным людям для кругосветного путешествия необходима целая жизнь, а в поиске возлюбленной и целого мира бывает мало. Tour du Monde Александра Вертинского стоил артисту 25 лет жизни. Константинополь, Кишинёв, Бухарест, Варшава, Крако, Данцик, Дрезден, Берлин, Париж, Александрия, Бейрут, Иерусалим, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Харбин, Шанхай. В письме Народному комиссару иностранных дел СССР Молотову сообщалось следующее. Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович, я знаю, какую смелость беру на себя, обращаясь к вам в такой момент, когда на вас возложена такая непомерная тяжесть, такая огромная ответственная работа в момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю и, может быть, моему тоже. 20 лет я живу без Родины. Эмиграция – большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильной ей помочь – самое ужасное. Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения. Я же прошу вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, на свою жизнь в моей Родине. Я – артист. Мне пятьдесят с лишним лет. Я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен, но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни были таковыми, то в этом вина не моя, а при древолюционной эпохе затишья, разложения и упадка. Давно мои песни стали иными. Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал, и эти новые песни, как говорят об этом, здешние советские уже звучат иначе. Разрешите мне вернуться домой. Я советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете Шанхая «Новая жизнь». Пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. У меня жена и мать жены. Я не могу их бросить здесь и поэтому прошу за троих. Первое. Я сам, Александр Вертинский. Второе. Жена моя, грузинка Лидия Владимировна, 20 лет. Третье. И мать ее, Лидия Павловна Циргава, 45 лет. Вот и все. Разбивать семью было бы очень тяжело. Пустите нас домой. Я еще буду полезен родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае. Заранее глубоко благодарю вас. Надеюсь на ваш ответ. Александр Вертинский. Шанхай. 7 марта 1943 года. Александр Вертинский. Дорога длинная. В 1918 году, в Москве, когда артист спел на смерть юнкерам, его вызвали в ЧК. Вы что сказали? Симпатизируете контрреволюции? Вы на стороне этих буржуазных выкормышей? Что было сказать? Слепой класс и ненависти в ЧК не знали пощады. Он ответил, что ему просто их жалко. Они отдали жизнь за безнадежное дело, а их жизни могли бы пригодиться России. Новая Россия обойдется без них, – объяснили ему. Но я их жалею, – деликатно попытался оправдаться артист. – Вы же не можете запретить мне жалеть? Дышать запретим, если найдем нужного. Наступало столетнее царство тьмы. Редкие прояснения, в котором лишь высвечивали ужасающее положение, будучи не в силах его изменить. Вот тогда он – зеркало и микрофон своей эпохи – понял, что для него места в Новой России нет, и уехал на юг. То, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их ёлками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнём голодать. Никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени и бесконечные пропасти к недоступной весне. Октябрь 1917-го. Москва. Мысль словно в кочевье, всегда в становлении. Ничто окружающее не проходит мимо. Всё с необходимостью становится самой мыслью, словно из мира необходимости попадает в сон к свободе, осмысливается, субъективируется. Это состояние мысли – артистическое, когда весь мир театр, а люди в нём актёры. Артист всегда кочевник. К этому его побуждают внешние обстоятельства, концертанта и личностная творческая необходимость. Каждая песня Александра Вертинского – небольшой рассказ или маленькая новелла, театральная миниатюра. В ней есть действие, атмосфера и собеседник, с которым у автора завязывается диалог или который действует сам на свой страх и риск. Как в театре публике предлагается стать свидетелями происшествия, будь то комедия или драма, трагедия или фарс. Главным действующим лицом, как правило, выступает сам автор. Он – непосредственный участник или свидетель или рассказчик. Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная, выжидающая, но пока ещё недоверчивая. Да, я забыл ещё сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Риотко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик, маленький, пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый. Эти выступления до меня всё же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись ещё глотком коньяку, я уже пел увереннее. Бал Господен тронул, наконец, все сердца. Мне аплодировали довольно много. Последней была песня «То, что я должен сказать». Я уже был в ударе, что называется. Полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику, яростно, сильно и гневно. Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне. Зал задохнулся, потрясённые и испуганные. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их вечный покой. И окончил. Я думал, что меня разорвут. Зал дрожал от иступлённых аплодисментов. Крики, вой, свистки, слёзы и истерики женщин. Всё смешалось в один сплошной гул. Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили. Я ничего не слышал и ничего не понимал. Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста. Я выдержал его на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу я увидел лицо Леонидова. Он шёл ко мне. В глазах у него были слёзы. «Молодец, мальчик», – сказал он, обнимая меня, умница. «Вот я рву обе телеграммы и посылаю эту». Он прочёл меня. Успех небывалый. Вертинский победил. Нас можно поздравить. Мы угадали будущего гения – Леонидов. С тех пор я стал концертантом. С этого дня я уже не пел в миниатюрах. Я пел концерты со своим хорошо подобранным антуражем. Билеты раскупались задолго до моего выступления. Я делал аншлаги, получал большие гонорары. В синем и далёком океане Вы сегодня нежны. Вы сегодня бледны. Вы сегодня бледнее луны. Вы читали стихи. Вы считали грехи. Вы совсем как ребёнок тихий. Паш лиловый аббат Будет искренно рад И отпустит грехи наугад. Бросьте ж думу свою, Места хватит в раю. Вы усните, а я вам спою. В синем и далёком океане, Где-то возле огненной земли, Плавают в сиреневом тумане Мёртвые седые корабли. Их ведут слепые капитаны, Где-то затонувшие давно. Утром их немые караваны Тихо опускаются на дно. Ждёт их океан в свои объятья. Волны их приветствуют звеня. Страшны их бессильные проклятия Солнцу наступающего дня. 1927. Польша. Краков. Капитаны – те же кочевники. Паладины зелёного храма над пасмурным морем, Следящие рун. Такими видел их Николай Гумилёв. Прошло совсем немного лет, И быстрокрылые корабли стали мёртвыми и седыми, А пропитанные солью моря капитаны – слепыми. Николай Гумилёв грезил капитанами В Крымском Коктебеле летом 1909 года. Александр Вертинский различал Немые караваны кораблей, Опускающиеся на дно в синем и далёком океане В Польском Кракове в 1927-м. Скитания артиста начались с Киева. В 1918-м это был город Белой Гвардии, Мир Шервинского, Мышлаевского, Судзинского, Турбиных. Гетманская власть и укранизация юга страны Держались германским военным присутствием. Хотя по хуторам разбойничали банды петлюровцев, И не было никакой политической воли, Чтобы их приструнить. Симона Петлюру убьют тремя выстрелами Из револьвера прямо на улице в Париже, Где тот доживал свои дни на золотые корбованцы, Награбленные за годы атаманства. На суд пришли люди, у которых петлюровцы Уничтожили отцов, матерей, Изнасиловали дочерей, Сожгли младенцев. Последней свидетельницей была женщина, Которая разорвала на себе блузку, И французские судьи увидели, Что обе ее груди отрезаны. Убийца Петлюры был оправдан. Дым без огня Вот зима, На деревьях цветут снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну Забредет Рождество. По утрам мой комичный маэстро Печально играет на скрипке, И в снегах голубых за окном Мне поет божество. Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка, А теперь я мечтаю уйти в монастырь, Постареть и молиться у старых притворов Печально и тонко, Или, может, совсем не молиться, А эти же песенки петь. Все бывает не так, Как мечтаешь под лунные звуки. Всем понятно, что я никуда не уйду, Что сейчас у меня есть обиды, Долги, есть собака, любовница, муки, И что все это так, пустяки, Просто дым из огня. 1916 В перерывах между концертами артист скучал, Душа жаждала встряски. Биться-виться, жужжать маленькой букашкой, А потом исчезнуть, как дым, не узнав ничего, Это было чересчур. С комиком и куплетистом Павлом Троицким Поэт пропил свои желтые заграничные ботинки, Свезенные приятелем-кочевником на подол на толпучку. «Какой интерес пить на деньги, когда их полно?» – рассудил Троицкий. «Давай продадим ботинки, а выручку пропьем». Через некоторое время высокий блондин в носках Вернулся к себе в гостиничный номер, Удивляя эксцентричным видом извозчика и швейцар. «Ты настоящий друг!» – на прощание сказал Троицкий И заплакал. Александр тоже едва сдержался, Кануло еще одно мгновение жизни. Время – старый обманщик. Киев был его родиной. Здесь, 9 марта 1889 года, Александр Вертинский появился на свет. Его отец был успешным адвокатом С обширной практикой и высокими гонорарами, Растрачиваемыми им на своих же доверителей. А мать происходила из дворянской семьи. Когда ему было три года, она умерла. Пять лет ребенок остался круглым сиротой И воспитывался у сестер матери – тети Сони, тети Мани и тети Сани. Артистические способности проявились рано. Киевской молодежи безумно хотелось показать себя на сцене. Молодые люди и девицы складывались по грошам, Снимали на вечер контрактовый зал, Все на том же Подоле, Брали на прокат костюмы, Расклеивали на заборах жидкие афишки И играли. Играли, играли, фарсы, комедии, волки и овцы, горе от ума. На Подоле был клуб фармацевтов, Где по субботам устраивались семейные журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты, Сцена была открыта для любых выступлений. Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности С той только разницей, Что нас никто не субсидировал И никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать На эстраде клуба свои способности. И если окончательно не проваливался у публики, Мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома Цыганские романсы под гитару, Вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу Акушерка Полина Яковлевна, Прекрасно аккомпанировавшая по слуху. Я вышел, поклонился, открыл рот, И спазма волнения перехватило мне дыхание. Я заэкал, замэкал и ушел при деликатном, Но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось мое первое сольное выступление. Вы думаете, это остановило меня? Ничуть. В следующую же субботу я появился на той же эстраде В качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, Мною самим сочиненных в итоге пристальных Уличных наблюдений на Подоле, Возле магазинов готового платья. На этот раз я имел большой успех. Александр Вертинский, Дорогой длинной Сумасшедший шарманщик Каждый день под окошком он заводит шарманку, Монотонно и сонно он поёт об одном, Плачет старое небо, Мочит дождь обезьянку, Пожилую актрису с утомлённым лицом. Ты усталый паяц, Ты смешной балаганщик, С обнажённой душой Ты не знаешь стыда. Замолчи, 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 Сумасшедший шарманщик, Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда. Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, И смешные букашки облепили его, Бьются, вьются, жужжат И с расчётом на вечность Исчезают, как дым, не узнав ничего. А высокое вверху – время, старый обманщик, Как пылинки с цветов с них сдувает года. Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик, Этой песни нам лучше не знать никогда, никогда. Мы – осенние листья, Нас бурей сорвало, Нас всё гонят и гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых, Кто укажет нам путь в это царство весны? Будет это пророк или просто обманщик, И в какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик, Эту песнь мы не можем забыть Никогда, никогда. 1930. Румынья По неписанным законам истории, законам великого и смешного, бенефис Александра Вертинского в Москве пришелся на октябрь 1917 года, последний месяц печального пьеро российской революции Александра Федоровича Керенского. Артист заказал себе новый костюм пьеро – черный вместо белого. Билеты были распроданы. За один час публика готова была наполнить еще пять таких театров и буквально задарила артиста. Все в фойе театра было уставлено цветами, а подарки сдавались в контору театра. Это были большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца перстня с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и т.п. После бенефиса, возвращаясь на трех извозчиках к себе домой, у грузины, на Страстном бульваре артист отчетливо услышал звуки выстрелов. Это была ночь двадцать пятого октября. – Слезай, барин, дальше не поедем, – решили извозчики. – Стреляют. В вазоны и ящики с цветами были преподнесены памятнику Пушкину. – Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки, Мне так хочется глупенькой сказки, Детской сказки, наивной, смешной. Я устал от белил и румян, И от вечной трагической маски. Я хочу хоть немножечко ласки, Чтоб забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки, Мне так хочется глупенькой сказки, Детской сказки про сон золотой. 1915. Мысль поэта становления. Пьеро не принимает участия в истории, Он исключён из неё, Но преображается, чтобы появиться вновь В неожиданном виде На ускользающей границе социального поля. Потом были Харьков, Одесса, Где власть менялась, как перчатки, И, наконец, Крым. Белая армия отступала. К концу это был самый настоящий бег, Когда позади бессмысленные жертвы, А впереди ничего. В это страшное время Александр Вертинский С неизменным успехом Воплощал искусство русского модерна. Сценический образ Пьеро в костюме и гриме, Которого артист выходил на полуосвещённые Подноски московских театров и кафе, Сменился чёрным фраком И открытым лицом поэта. Однажды вечером, Разгримировавшись после концерта, Я лёг спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажёг свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых Элегантных адъютанта с аксельбантами Через плечо. Они приложили руки к козырьку. Простите за беспокойство, Его превосходительство генерал Слащёв Просит вас пожаловать к нему в вагон Откушать бокал вина. – Господа, – взмолился я, – Три часа ночи, я устал, Я хочу отдохнуть. Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, Но непреклонны. Его превосходительство изъявило желание Видеть вас, – настойчиво повторяли они. Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина. Через десять минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, Ярко освещенном, за столом сидело Десять-двенадцать человек. Грязные тарелки, бутылки и цветы. Всё уже было скомканно, смято, Залито вином и разбросано по столу. И за стола быстро и шумно поднялась Длинная статная фигура Слащёва. Огромная рука протянулась ко мне. Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поёте о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите? Нет, благодарю вас. Лида, налей Вертинскому. Ты же в него влюблена. Справа от него встал молодой офицер в Черкесске. – Познакомьтесь, – хрипло бросил Слащёв. – Юнкернич Володов. Это и была знаменитая Лида, его любовница, Делившая с ним походную жизнь, Участница всех сражений, Дважды спасшая ему жизнь, Кудая, стройная серыми сумасшедшими глазами, Коротко остриженная, нервно курившая Папиросу за папиросой. Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, Я увидел, что посредине стола Стояла большая круглая табакерка с кокаином, И что в руках у сидящих были Маленькие гусиные пёрышки зубочистки. Время от времени гости набирали в них Белый порошок и нюхали, Загоняя его то в одну, то в другую наздрю. Привёзшие меня адъютанты Почти не стояли в дверях. Александр Вертинский. Горога длинная. Пытаться определить лирику Александра Вертинского Элементаристки, разлагая её на части Вот это хороший образ, вот это эффектное сравнение, Мелодичное звучание, новая рифма и т.п. Занятие бестолковое. Поэзия Александра Вертинского Может быть определена лишь топоцентрически, Как целое. Его ариетки – это всегда определённое состояние, В котором индивидуальные опыты понимания Обогащаются возможностями личного преображения, То, что греки называли катарсисом. Эти возможности не могут быть извлечены Из текстов Вертинского, как некий ключевой элемент, Что, к примеру, допустимо у иммажинистов Образ, модернистов, сюжет, авангардистов Футуристическая лексика и звукопись Или у Бориса Пастернака сравнение. Александр Вертинский точно намечает цель Сердце собеседника и апеллирует к нему Всем арсеналам соответствующих задачи Семиотических средств. Задачи разные. Найти отклик, сочувствие, сожаление, вызвать смех, Восторг, удивление, обрадовать, ошеломить. Но всякий раз поэт и артист Вертинский Преследует сверхзадачу преображения человеческого Существа, которое, если и не в силах изменить, То облагородить, пускай даже на краткий миг, обязан. Желтый ангел В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, В дешевом электрическом раю Всю ночь ломаю руки От ярости и муки И людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбанды И злые обезьяны Мне скалят искалеченные рты, А я кривой и пьяный зову их в океаны И сыплю им в шампанское цветы. А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным, Где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, И в лучах моей короны умирает светоч дня. Звенят, гудят джазбанды, танцуют обезьяны И бешено встречают Рождество, А я кривой и пьяный заснул у фортепиано Под этот дикий гул и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, И ёлка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, И я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей ёлки Тихо спрыгнул жёлтый ангел И сказал, «Маэстро бедный, вы устали, Вы больны, говорят, что вы в притонах По ночам поёте танго». Даже в нашем добром небе были все удивлены. И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, Утирая фраком слёзы, слёзы боли и стыда, А высоко в синем небе догорали божьи свечи, И печальный жёлтый ангел тихо таял без следа. 1934. Париж В 1970-е философ-постструктуралист Жиль де Лёс Предложил метафизику, в которой множественность Заменяла бы субстанцию, Событие, сущность, виртуальное, возможное, Постоянные, темпоральные изменения, Общее и индивидуальное, Бесконечная множественность сингулярностей, Особенная и одинаковая. В отсутствие изначальной предзаданности мысль, Подобно нитшанскому ребёнку, Больше не следует правилам, Но всякий раз играет в кости и принадлежит случаю. Субъект утрачивает стабильную идентичность И превращается в кочевника. В противоположность оседлому государству Возникает номадическая машина войны, Способ бытия кочевников вне кодификации и репрезентации. И поскольку оседлое государство основано на идее власти, Кочевники не пытаются взять власть и обрести государственность. Наиболее воинственные из них готовы её завоевать, Чтобы разграбить и разрушить до основания подвластный мир. Другие, следуя дикому зову воли, бегут. Становление кочевников не подчиняется причинно-следственным законам истории. Скорее, исторический нарратив следует по их пятам, Истончаясь и теряясь в номадических линиях ускользания, Линиях изменения, субверсии, сопротивления и бегства От хорошо организованных социальных институтов оседлости И репрессивного государственного аппарата. Жиль де Лёс объяснял. Становление – это не то же самое, что история. Даже структуралистско-историческая наука мыслит чаще всего в терминах прошлого-настоящего-будущего. Нам говорят, что революции приносят с собой зло Или что их будущее порождает чудовище. Это старая идея. Никто не ждал Сталина. То же самое верно и для Наполеона, для Кромвеля. Когда говорят о том, что у революции плохое будущее, То никогда не говорят о революционном становлении людей. Если кочевники нас и заинтересовали в такой степени, То потому, что они находятся в становлении И не принимают участия в истории. Они исключены из нее. Но преображаются, чтобы появиться вновь в неожиданном виде На ускользающей границе социального поля. Жиль де Лёс о философии Я внимательно взглянул на Слащёва. Меня поразило его лицо. Длинная белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым Припухтым ртом, серо-зелёные мутные глаза, зеленовато-чёрные Гнилые зубы. Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками. Я выпил вина. — Спойте мне, милый, эту… Он задумался. — О мальчиках. Я не знаю, зачем их. Его лицо стало на миг живым и грустным. — Поугадай, Ливертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида? На меня глянули серые глаза. — Мы все помешаны на этой песне, — тихо сказала она. Я попытался отговориться. У меня нет пианиста, — робко возражал я. — Глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем. Он взял большую щепотку кокаина. Я запел. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени, бесконечные пропасти к недоступной весне. Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащевым. Страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. Я кончил. — Вам не страшно? — неожиданно спросил он. — Чего? — Да вот, что все эти молодые жизни – суп от хвост для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит. Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил сакан коньяку. — Выпьем, милый Вертинский, за Родину. Хотите? Спасибо за песню. Я выпил. Он встал. Встали и гости. — Господа! — сказал он, глядя куда-то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! Он положил руку на мое плечо. — А ведь с вашей песни, милый, мои мальчишки шли умирать. И еще неизвестно, нужно ли это было. Он прав. Гости молчали. — Вы устали? — тихо спросил Флащев. — Да, немного. Он сделал знак адъютантам. — Проводите, Александра Николаевича. Адъютанты подали мне пальто. — Не сердитесь, улыбаясь, сказал он. — У меня так редко бывают минуты отдыха. Вы отсюда куда едете? — В Севастополь. — Ну, увидимся. Прощайте. Слащев подал мне руку. Я вышел. Светало. На путях надрывной жалостно точно оплакивал кого-то. Пронзительно свистел парагоз. Александр Вертинцев. Дорога длинная. Дни бегут. Сколько вычурных пос. Сколько сломанных роз. Сколько мук и проклятий и слёз. Как сияют венцы. Как банальны концы. Как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь – это яд. А любовь – это ад. Где сердца наши вечно горят. Но дни бегут. Как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей. И от всех этих дней остаётся тоска одна. И со мною всегда она. Но зато разлюбя, столько чувств загубя, Как потом мы жалеем себя. Как нам стыдно за ложь, за сердечную дрожь, И какой носим в сердце мы нож. Никому не понять, никому не сказать, Остаётся застыть и молчать. А дни бегут, как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей. И от всех этих дней остаётся тоска одна. И со мною всегда она. 1932 Поэт никогда не лгал. По его наблюдению, в эмиграции было много русских актёров, Но не было ни одного, который в искусстве двинулся бы вперёд, Оторвался от того, чему выучился прежним. Тем, кто по неволе стал кочевником, Тяжело научиться чему-то новому в условиях, Кардинально отличных от всего, что было привычным на родине. Кочевье изматывает. Пора остановиться. Как-то где-то отдохнуть. Кочевье заставляет согласиться с тем, что былого не вернут. Становление, застывая в форме, подходит к концу. Мысль требует возвращения к колюбели. Его неизбежность с необходимостью закона закручивает мысль по спирали. По мнению другого кочевника, великого русского шахматиста Александра Александровича Олехина, Самое ценное в творчестве Александра Николаевича Вертинского – это неугасимая любовь к родине, которой пропитаны все его песни. Я никогда не лгал. Тридцать лет в эмиграции я пел о том, что родина прежде всего. Вспомните мои степи молдаванские, мои чужие города, мое о нас и о родине, молись, кунак и другое. Я пел о родине тогда, когда кругом были одни враги, когда, если вы говорили, что в Москве хорошая погода вас считали большевиком, то есть своим врагом, я пел, и ни у кого из вас не было сил бросить в меня камень. Александр Вертинский – моим заграничным друзьям. В 1942 году Александр Николаевич женился. Тогда и возникло письмо народному комиссару иностранных дел СССР, письмо покаянное, не перед Молотовым и советской властью, перед Родиной, от которой не деться ни в Шанхае, ни в Париже, ни в бананово-лимонном Сингапуре. Это была далеко не первая просьба артиста о возвращении. На этот раз она была удовлетворена. Чужие города Принесла случайная молва, Милы, ненужные слова, Летний сад, фонтанка и Нева, Вы, слова залётные, куда? Тут шумят чужие города, И чужая плещется вода, И чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать, Надо жить, не надо вспоминать, Чтобы вольно не было опять И чтобы сердцу больше не кричать. Это было, было и прошло, Всё прошло и вьюгой замело, Оттого так пусто и светло. Вы, слова залётные, куда? Тут живут чужие господа, И чужая радость и беда, И мы для них чужие навсегда. Раиса Блох, Александр Вертинский Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Раиса Ноевна Блох, автор стихотворения, Принесла случайная молва. Эмигрировала в Берлин В начале 20-х годов. Сотрудничала с издательством Петрополис. В 1933-м пришлось покинуть и Германию. В Париже она устроилась на работу В Национальную библиотеку Франции. Но с началом Второй мировой войны Потеряла и мужа, и дочь. Качеви с неизбежностью опрокидывала Все потуки наладить оседлый образ жизни. Нужно было снова спасаться бегством. В 1943-м при попытке перехода швейцарской границы Раиса Блох была арестована, Отправлена в концентрационный лагерь Дранси, Откуда высшие представители расы европеоидов Депортировали поэтессу в лагерь смерти. В авторском варианте текста стихотворения Остались воспоминания от детства Раисы Ноевны, Личные, не допускающие обобщения. Не идти ведь по снегу к реке, Пряча щёки в пензенском платке, Рукавица в маминой руке. В романсе Александра Вертинского Её удивление, сожаление, печаль Могли быть узнаны любым эмигрантам, Поняты как то, что все знали и чувствовали, А сказать не умели. «Вы, слова залётные, куда? Там живут чужие, господа, И чужая радость и беда, И мы для них чужие навсегда». Этот переход от частного, мимолётного К общему, неизменному, Как никому среди поэтов русской эмиграции Удавался Александру Вертинскому. И не только в выводах эпохального, Цивилизационного, исторического значения. Артист был любим публикой прежде всего В силу того, что сам любил людей, А слабую половину в особенности. Для неё у него были припасены В сердце страсть, В голосе сладкий яд. Я всегда был за тех, кому горше и хуже пел он. А кому ещё было горше и хуже, Когда кочуя всякий раз приходилось Заново обустраивать домашний очаг, Быть, искать источники дохода, А потом, когда мужчины-кочевники Покидали очередной разрушенный мир, Собирать скарб и снова пускаться в путь. В репертуаре артиста Насчитывались десятки историй хранительниц очага С самим этим очагом на руках. Истории, из частных, превращённые в общие И понятные всем и каждому, Хотя и не всегда одобряемые большинством. Пани Ирэна Я безумно боюсь золотистого плена Ваших медно-змеиных волос. Я влюблён в ваше тонкое имя Ирэна И в следы ваших слёз. Я влюблён в ваши гордые польские руки В эту кровь голубых королей, В эту бледность лица до восторга, До муки обожжённого песни моей. Разве можно забыть эти детские плечи, Этот горький заплаканный рот И акцент вашей польской изысканной речи, И ресниц утомлённых полёк, О крылатые брови, О лоб Беатричи, О весна в повороте лица. О, как трудно любить в этом мире приличий, О, как больно любить без конца! И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, И, зажав своё сердце в руке, Осторожно уйти, навсегда отказаться И ещё улыбаться в тоске. Не могу, не хочу, Наконец не желаю, И, приветствуя радостный плен, Я со сцены вам сердце, Как мячик бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирэн! В газете «Русский голос» летом 1949 года артист рассказал История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, Сегодня смешно и непонятно. Пятнадцать лет тому назад из Европы Осенью летели ласточки в тёплые страны. Неожиданная перемена погоды остановила их полёт в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене Они падают обессиленные на площадях И улицах городов. И тогда сердобольные люди И их правительство распорядились Собирать ласточек, отогревать И потом в особых закрытых самолётах Отправили их в Италию, к солнцу и теплу. Помню, как это радовало тогда сердца людей, Как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды, И вот в печах-крематориях Майдана И Кая Свенцима взбесившиеся покорители мира, Фашисты, сожгли миллион живых людей. Какой жалкой и глупой детской сказкой Показалась бы вам эта история с ласточками, Если бы кто-либо вспомнил о ней теперь. Александр Вертинский Моим заграничным друзьям Тем не менее, поэт напомнил историю с ласточками, Читателям газет, и после ужасов Майданека И Освенцима не приминул снова поведать О простых принципах человечности, Какие бы жалкие и глупые детские сказки Не порождали они в прошлом и будущем. Минуточка Ах, солнечным, солнечным маем, На пляже встречаясь тайком, С люлю мы, как дети, играем, Мы солнцем пьяны, как вином. У моря за старенькой будкой Люлю с обезьянкой шалит, Меня называет Минуткой И мне постоянно твердит, Ну, погоди, ну, погоди, минуточка, Ну, погоди, мой мальчик, пай, Ведь любовь – это только шуточка, Это выдумал глупый май. Мы в августе горе скрываем И в парке, прощаясь тайком, С люлю точно дети рыдаем Осенним и пасмурным днём. Я плачу, как глупый ребёнок, И голосом милым звеня, Ласкаясь ко мне, как котёнок, Люлю утешает меня. Ну, погоди, ну, не плачь, минуточка, Ну, не плачь, мой мальчик, пай, Ведь любовь наша – только шуточка, Её выдумал глупый май. 1914–1915 Печальный, медлительный рассказ О ласточках нелеп, Когда птичек спасти сумели, А миллионы человеческих жизней Так случилось не стоили ничего. В канун фатальных катастроф Родины Нелепой может показаться и песенка Ариетка о мальчике пае. В бессортирной культуре, Когда дома культуры построить всмогли, А уборные забыли, Нелепыми розовыми соплями Желают считать любую любовную лирику, За исключением ура патриотических песен Об Отечестве и его славной столице. Солдаты и полководцы, герои, спасители и защитники, Все остальные дрянь, поэтишки, бумага мараки, Офисный планктон. И право в бессортирной культуре генералам От инфантерии разве есть дело до того, Что в душе у солдатика? И не это ли то, что в душе Соблазнило революционным преобразованием быта, Подослало комиссаров На смену бормочущим заклинания ряженым в рясы? А простые мещанские радости, Пляж, на котором мы солнцем пьяны, как вином, Игры, глупый май, любовь – шуточка, Вязаные тряпочки, гарусные чехольчики, Спасённые гуртом ласточки – Разве не то, ради чего большей частью живут люди? Дома, в свободное от работы время, немки вязали. Вязали до тупень. Я уже не говорю о различных набрюшниках, напульсниках, Метенках, перчатках, носках, шарфах и прочем. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, Подставочек, колпачков на чайники, кофейники, Подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире Была завалена этими вязаными тряпочками. Куда бы вы ни сели, куда бы вы ни положили руку, Везде вы натыкались на квадратики, Кружочки, полосочки, Вывязанные тщательно, Затейливыми узорами и разводами. В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали. Осторожнее. Не просидите, не капните, не насорите. Даже на зубочистке Они вязали гарусные чехольчики. Все это разводило в комнате страшную пыль, Как и всякое тряпье, наваленное без меры. Они вязали подставочки буквально подо все. Под бутылки, под рюмки, под подсвечники, Под ночные горшки, под пепельницы И под… можно было бы сойти с ума От количества этих вязаных кружочков. Любая из этих вязальщиц-хозяек Была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, Как тюремные надзиратели за арестанты. Если у вас в комнате был, например, диван, И вы имели привычку сидеть в его правом углу, То вы находили записку хозяйки, Где она просила вас переменить угол И сидеть в левом, Чтобы просиживать диван равномерно. Помню в Данциге у одной хозяйки, У которой я снимал комнату, Было такое множество всех этих мелких рукоделий, Что в доме не имелось буквально Ни одного необвязанного предмета, А самое центральное место Занимал огромный красный петух Для согревания кофейника, Связанный из гаруса. Больше обвязывать было категорически нечего. Однажды, вернувшись домой, Я несказанно удивился, Заметив, что моя хозяйка Вяжет новый колпак на кофейник, Но только у ещё больших размеров. – Фрау Штрумфе, – вежливо спросил я, – Зачем же вы вяжете новый колпак, Ведь старый ещё очень хорошо выглядит? Хозяйка удивлённо взглянула на меня через очки. – Это не колпак, – строго сказала она, – Это бюстгальтер. Я чуть не упал в оборок. Александр Вертинский дорогой длинной. За кулисами Вы стояли в театре в углу за кулисами, А за вами словами звеня парикмахер, Суфлёры, актёры с актрисами Потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел – Молодой да удаленький, Вот кто за нас умеет водить. Тогда вы сказали, Послушайте, маленький, Можно мне вас тихонько любить? Вот окончен концерт. Помню степь белоснежную, На вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, Как лампадка у старых икон. А потом города, степь, дороги, проталинки, Я забыл то, чего не хотел бы забыть, И осталась лишь фраза. Послушайте, маленький, Можно мне вас тихонько любить? 1916. Крым Романы поэта с Верой Холодной и Марлен Гитрих Случились задолго до его встречи с красавицей-княжной 19-летней Лилой Циргвалой И их венчанием в Кафедральном соборе Шанхая 26 апреля 1942 года. Вера Левченко, жена прапорщика Холодного, С которым поэт познакомился на фронте И от которого привез ей письмо, Умела эффектно поворачивать голову И вскидывать глаза налево и направо вверх. Это были красивые ресницы И обвораживающие глаза. Однажды на Кузнецком мосту, По которому она ежедневно фланировала, Вертинский предложил ей Попробовать свои силы в кино. Она была отказалась, но идея ей понравилась. И она согласилась. Для знакомства с дирекцией Артист доставил её на кинофабрику. Встроенная, гибкая, бывшая танцовщица, Вера Холодная произвела впечатление На режиссёра Владимира Гардина И дебютировала в его картине «Анна Каренина». Она сыграла эпизодическую роль итальянки-кормилицы, Приносящей Анне нелюбимую дочь. В окружении мастеров художественного театра Её первое появление на экране потерялось. Для себя Гардин отметил – ничего не выйдет. Но рекомендовал владельцу фирмы Включить девушку в постоянную труппу, На что последний возразил, Что ему нужны не красавицы, а актрисы. Вера продолжала посещать клубы и фланирование В пролётах улиц и по мостам Москвы. В клубе «АллатР» она совершенно случайно попала На глаза Никандру Туркину, Представителю студии Александра Ханжонкова, И режиссёру этой студии Евгению Бауэру, Который в бесподобной правдивости девушки Сумел предвидеть ошеломительный экранный успех. Так в 1915 году начался звёздный Бауэровский период карьеры Веры Холодной. Главная роль в фильме «Песни торжествующей любви», Снятом по роману Тургенева, Сделала её знаменитой. Фильмы следовали один за другим. «Лунная красавица», «Дети века», «Пламя неба», «Пробуждение», «Дети Ванюшина», «В мире должна царить красота» Публика была в восторге. Поэт вспоминал. «В это время большие актёры неохотно шли в кино. Это не искусство, – говорили они. Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актёра отнимало самое главное – слово. А что можно сыграть без слов? – думали актёры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат – это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актёром, он всё до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актёры часто терялись перед этим всевидящим оком. К тому же нужно было играть молча. Но приходилось всё же что-то говорить, а текста не было. И только перед самой съёмкой репетировали мизансцены. И каждый говорил, что хотел. И всё это было, конечно, в ущерб картине. Потому что говорили иногда «чёрт знает какую чушь», которая смешила и выбивала из настроения. Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран нескоро. И много картин покалечили актёры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно всё же большие актёры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Пётр Старковский, Пётр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звёзды. Вера Коралли, Наталья Каванько, Наталья Лисенко. Появились халтурные кинодельцы – Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссёром и актёрами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Всё же ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьёзным. У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актёры были уже опытнее и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мазжухин. Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить названия этих картин. Вот мчится «Тройка» почтовая у Камина, «Позабудь про камин» и т.д. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романцев, отсвели уж давно хризантемы в саду и прочее. И даже на мой «Бал Господень» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьёзно поставленная Тургеневская «Песнь торжествующей любви» с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной её успеха. Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда, посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький Креольчик», я впервые придумал и написал на нотах «Королеве Экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор её так называла вся Россия и так писали в афишах. Александр Вертинский, «Дорога и длин». Маленький Креольчик Ах, где же вы, мой маленький Креольчик, мой смуглый принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов, такой беспомощный, как дикий одуванчик, такой изысканный, изящный и простой, как пуст без вас, мой старый балаганчик, как бледен ваш пьеро, как плачет он порой. Куда же вы ушли, мой маленький Креольчик, мой смуглый принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов. 1916. Москва «Как пусть без вас, мой старый балаганчик!» – восклицает артист. «Как бледен ваш пьеро, как плачет он порой! Улюблённость была нужна ему, как непременное условие творческого состояния. Говорили, что к своим песенкам он относится так же, как к женщинам. Он любит их, ухаживает за ними и думает о них только до тех пор, пока они находятся в периоде творчества, как женщины в периоде ухаживания. Потом, когда они закончены, пропеты, они становятся прошлым, и на их место приходят новые – новые волнующие слова, новые мотивы, переживания, новая влюблённость в песенку. Если в то время, когда я пишу, я живу своей очередной песенкой, то с момента, когда она написана, она превращается для меня только в техническую задачу. Многие, вероятно, думают, что я пою под влиянием какого-нибудь особенного настроения. Ничуть не бывало. Я выхожу на сцену, чтобы сделать песню точно так же, как можно сделать операцию, как можно починить часы или проделать другой чисто технический процесс. Никакого настроения у меня в этот момент нет. Настроения я жду от публики. Александр Вертинский о своём творчестве. Лиловый негр Вере холодной Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а, может быть, с малайцем вы ушли? В последний раз я видел вас так близко, В пролёты улиц вас умчал авто. И снится мне, в притонах Сан-Франциско Лиловый негр вам подаёт манто. 1916. Вечно страдающая Вера Холодная Олицетворяла декадентский типаж героини, в 1910-х годах пришедший на смену щекастой румяной русской красавице Маргольд. Этот типаж, намётки которого чутко уловил Александр Вертинский, оказался близок и военным, и штатским, и даже их жёнам и матерям. На протяжении Первой мировой войны актриса принимала участие в благотворительных концертах в пользу воинов и их семей. Юные прапорщики и подпоручики из числа студентов, штабные капитаны и подполковники из числа бравых вояр называли её «своей Верочкой» и с боем раскупали билеты на все киносеансы. Будучи идеалом красоты и жертвой экранных страстей, она в перерывах между съёмками приезжала на фронт к мужу, пока тот тяжело раненый с наградным золотым оружием не вернулся в Москву. Я часто бывал у неё и был в хороших отношениях и с ней, и с её сестрой, и с её мужем. А с её маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклу и был, в общем, свой человек у неё. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то помню, я принёс ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал её издателю в печать и снова посвящал холодной. Когда я прочёл ей текст песни, она замахала на меня руками. «Что вы сделали? Не надо. Не хочу, чтобы я лежала в гробу. Ни за что. Снимите сейчас же посвящение». Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд, что и подтвердилась впоследствии. Всё же я снял посвящение. Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы. Умерла Вера холодная. Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и разгорячённая вышла на приморскую террасу, где её прохватило резким морским ветром. У неё началась испанка, как тогда называли грипп, и она сгорела, как свеча, в два-три дня. Рукописи моих романцев лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул ваши пальцы из этой пачки, перечёл текст и написал «Королеве экрана, двери холодной». Александр Вертинский. Дорогой длинной. Ваши пальцы. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдёте в синий край, сам Господь по белой лестнице поведёт вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьёт поклон и метёт бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. 1916. Умершая актриса была наряжена в один из лучших своих туалетов и тщательно загримирована. Отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы состоялось ночью при огромном стечении народа. Похороны Веры Холодной послужили материалом для одноимённого фильма «Хроники», который прошёл при полных залах, как и все картины с её участием. Забальзамированное тело актрисы было похоронено в часовне на Первом христианском кладбище Одессы, чтобы оттуда быть перевезённым в Москву. Однако в 1932 году по распоряжению большевиков кладбище было разрушено. Тогда же стало известно, что пропал и гроб с телом актрисы. В Москве в конце 1919 года, вскоре после кончины знаменитой супруги, Владимир Холодный был арестован и расстрелян в застенках ЧК. Полукровка Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напевь. Я могу из падали создавать поэмы. Я люблю из горничных делать королев. И в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетённые колыхал джаз-банд, я так нежно выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалёких стран. Как поёт в хрусталях электричество, я влюблён в вашу тонкую бродь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь. Так в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетённые колыхал джаз-банд, я так глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалёких стран. И души вашей нищей убожества было так тяжело разгадать. Вы уходите, ваше ничтожество, полукровка. Ошибка опять. 1930. Варшава. Вопрос, казаться или быть, даже в случае актёрской игры решался однозначно. «Не надо играть, а надо быть тем, что изображаешь», писал артист Лидии Вертинской во время её съёмок в роли герцогини в «Дон Кихоте» в первом цветном широкоэкранном стереозвуковом художественном фильме «Киностудии Линфильм. Пусть играют другие. Они играют на тебя и на твоё колесо льют воду». Так в 1935 году по приезде в Шанхай Александр Вертинский уверил корреспондента, что Марлен Дитрев не только великая актриса, но и обаятельная, высококультурная и необычайно рафинированная женщина. Марлен одарена тонкой психикой и неповторимой индивидуальностью. В письме к жене 8 декабря 1956 года он сообщал то же самое, только совсем другими словами. «Марлен Дитрих вообще не актриса и никогда не играла, а только позволяла на себя смотреть и еле шевелила губами. И весь мир был в неё влюблён. Надо быть царицей, а остальное неважно. Пусть сами за тебя доигрывают». Александр Вертинский «Дорогой длинной» Знакомство с Марлен Дитрев в кабаре Казанова, самом дорогом и шикарном буатте Парижа, где подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые и стройные и высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми голунами, было непродолжительным. Однако позднее, случайно встретив её в обсерватории в Голливуде, Александр Николаевич подошёл и сказал «Вы пришли сюда, чтобы смотреть на звёзды, но вы сами – самая яркая звёзда». Она обернулась и приветливо окликнула его по имени. Она вообще очень любила русских, Авертинского в особенности, и даже устроила в его честь патить в Голливуде. С ней была маленькая дочь и два детектива, которые постоянно сопровождали её из-за угроз гангстеров похитить ребёнка. Марлен Вас не трудно полюбить, Нужно только храбрым быть, Всё сносить, не рваться в бой И не плакать над судьбой. Ой-ой-ой-ой… Надо розы приносить И всегда влюблённым быть, Не грустить, не ревновать, Улыбаться и вздыхать. Надо вас боготворить, Ваши фильмы вслух валить, И смотреть по двадцать раз, Как актёр целует вас, Прижимая невзначай. Гуд-бай. Все журналы покупать, Все портреты вырезать, Всё, что пишется о вас, Наизусть учить тотчас. Попугая не дразнить, С камериской в дружбе быть Здрасте, Марья Семёновна. Чистить щёточкой бежу И водить гулять жужу. Пойдём, собачечка. На ночь надо вам попеть, С поцелуями раздеть, Притушить кругом огни, Завтра съёмка. Ни-ни-ни. Что вы, с ума сошли? И сказать сваривший чай. Гуд-бай. Ожидая вас, не спать, В телефон не проверять, Не совать свой нос в дела, Приставая, где была. А вам какое дело? И когда под утро злой Вы являетесь домой, Не вылазить на крыльцо, Сделать милое лицо, Замолчи, жужу, милай. Гуд-бай. Так проживший года три Потерять своё эспри, Постареть на десять лет И остаться другом? Нет. Чтоб какой-нибудь прохвост, Наступивший мне на хвост, Начал роль мою играть И ко мне вас ревновать? Нет. Уж лучше в нужный срок Медленно взвести курок И сказать любви – Прощай. Гуд-бай. 1935. Миры поэто множественны, Человеческие индивидуальности Бесконечно разнообразны. В них найдётся место Любови, Не забронзовелой От величия и мрака душе. Я могу из падали создавать поэмы, Я люблю из горничных Делать королев. Цивилизация с неизбежностью Производит в индивидах Целые серии желаний, Запускает в действие машины желаний Настоящий производственный процесс, Завязанный на человеческой свободе, Сексуальности и фантазиях, Какими себя хотят видеть люди. При этом желание может принимать Столько форм, Сколько существует воплощающих Его индивидов. Поэт даёт возможность на минуточку Согласоваться с любой из этих машин, Стать иным существом, Почувствовать себя существом другого пола, Круга, идентификации, Почувствовать и не спрыгнуть с ума. В этом – великая преображающая сила искусства, Его магия, чудотворство. Множественность, До поры до времени скрывающаяся В одном субъекте, В художественном вымысле Позволяет ему сочувствовать, Содействовать, Сопереживать другим людям И их социальным группам, А не злопыхать агрессии И неудовлетворённых страстей, Не разрушать. Как только искусство утратит Эту свою волшебную силу, Множественное путём любви И сопереживания превращать в единое, Как только поэт, художник, артист Станет никому не нужен на своей родине, Машины желания разделаются Сначала с государственностью, А затем покончат и с самой, Неразумно порождающей их культурой. Александр Вертинский – Один из немногих, Кто задолго до желающей революции Шестидесятых Осмелился сказать о множественности, Живущей в каждом из нас, На всем понятном и доступном языке, Перечеркнув статистический порядок полов, Грубо делящий мир на мужчин и женщин. И лишь много позднее, В знаменитом философском трактате Второй половины двадцатого века Капитализм и шизофрения Француз Жиль де Лёс и Итальянец Феликс Гватари, Противопоставляя идее шизоанализа Полицейским потоком психоаналитического Метода фрейдистов, Утверждали, В нашей любви всегда есть что-то Статистическое, Что-то от законов больших чисел. Не так ли следует понимать знаменитую Формулу Маркса? Отношения мужчины и женщины – это Непосредственно естественное Необходимое отношение человека к человеку. То есть отношение между двумя полами Это только мера отношения сексуальности вообще, Поскольку это отношение инвестируют Большие системы отношения Человеку к человеку. Отсюда то, что можно было назвать Спецификацией сексуальности пополам. И не следует ли также сказать, Что фалос – это не один пол, А вся сексуальность целиком, То есть знак большой системы Инвестированной либидо, Из которой по необходимости Вытекают одновременно два пола В их разделении Две гомосексуальные серии Мужчины с мужчиной, Женщины с женщиной, Представленном как их Статистические отношения Внутри этой системы. Но Маркс говорит кое-что еще Более загадочное, Что настоящее различие Проходит не между двумя полами, А между человеческим полом И нечеловеческим полом. Очевидно, речь не идет о животных, О сексуальности животных. Речь идет совсем о другом. Сексуальность – это бессознательное Инвестирование больших Молярных То есть количественных Систем только потому, Что в другом своем аспекте Она тождественна игре Молекулярных То есть качественных Элементов, Которые создают эти системы В определенных условиях. Нанизм Мельчайший размер Желание Это коррелят его гигантизма. Сексуальность составляет единое целое С желающими машинами, Поскольку они присутствуют И действуют В общественных машинах, В их поле, В их формировании, Их функционировании. Нечеловеческий пол – Это желающие машины. Молекулярные Машинные элементы Их сборки, Их синтезы, Без которых не было бы Нечеловеческого пола Специфицировано в больших системах Нечеловеческой сексуальности Способны эти системы инвестировать. В этих нескольких строках Маркс, Столь скупой и сдержанный во всем, Что касается сексуальности, Смог подорвать то Пленниками чего Навсегда останутся Фрейд И весь психоанализ. Антропоморфное представление о поле. То, что мы называем Антропоморфным представлением, Это как мысль о том, Что есть два пола, Так и мысль о том, Что есть только один пол. Известно, Что весь Фрейдизм Пронизан той странной идеей, Что в конечном счете Существует только один пол, То есть мужской пол, По отношению к которому Женщина определяется В качестве нехватки, А женский пол В качестве отсутствия. Сначала можно было бы подумать, Что такой тезис Обосновывает повсеместное Присутствие мужской гомосексуальности. Однако ничего подобного. Здесь скорее обосновывается Статистическая система Межполовых любовных отношений. Ведь если женщина Определяется в качестве Нехватки по отношению к мужчине, То мужчина, в свою очередь, Испытывает нехватку в том, Чего не хватает женщине. Просто иным образом, Идея одного пола по необходимости Приводит к эрекции фалоса Как объекта высот, Который распределяет нехватку На двух несовместимых сторонах И заставляет оба пола Сообщаться друг с другом В общем отсутствии В кастрации. Но, в конце концов, Не лучше и идея, Будто на самом деле Есть два пола. Итак, мы утверждаем, Что кастрация – это основание Антропоморфного И малярного представления сексуальности. Она является универсальным верованием, Которое объединяет и рассеивает Мужчин и женщин под игом Одной и той же иллюзии сознания И заставляет их обожать это игорь. Любая попытка определения природы Этого нечеловеческого пола, Например, большого другого, Сохраняющая миф кастрации, Заранее обречена на провал. Антропоморфное, малярное Представление достигает своей кульминации В том, что его обосновывает. В идеологии нехватки. Напротив, Молекулярное, Бессознательное Не знает кастрации. Потому что частичные объекты Ни в чем не испытывают нехватки И образуют в своем собственном бытии Свободные множественности. Потому что множественные срезы Не перестают производить потоки, А не вытесняют их В другой единичный срез, Способный их иссушить. Потому что синтезы создают Локальные и неспецифичные Коннекции, Включающие дизъюнкции, Кочевые конъюнкции. Повсюду микроскопическая Транссексуальность, Благодаря которой в женщине Столько же мужчин, Сколько в мужчине. А в мужчине столько же женщин, Способных проникать друг в друга, Связываться друг с другом, Вступать в отношения Производства желания, Которые переворачивают Статистический порядок полов. Заниматься любовью – Это не значит заниматься Ею именно в одиночку Или вдвоем. Это значит заниматься Сотнями тысяч. Вот что такое Желающие машины И не человеческий пол. Не один пол и не два, А Н полов. Шизоанализ – Это переменный анализ Н полов в одном субъекте, Отстраняющийся от Антропоморфного представления О собственной сексуальности, Навязываемого ему обществом И составляемого им самим. Первая шизоаналитическая Формула желающей революции Выглядит так – Каждому по собственному Многообразию полов. Жюль де Лёс, Феликс Кватери, Анти-Эдипт. Капитализм и шизофрения. Испана Суиза Шарж на западную кинозвезду Ах, сегодня весна, Боттичелли, Вы во власти весеннего бриза, Вас баюкает в мягкой качели Голубая Испана Суиза. Вы – царица экрана и моды, Вы пушисты, светлы и нахальны, Ваши платья надменно печальны, Ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, От которых тошнит на экране, И для вас все лакеи и лорды Перепутались в кинотумане. Идеал ваших грёз – квазимода, А пока его нет, вы – висталка, Как обидно и больно и жалко Полюбить неживого урода. Измельчал современный мужчина, Стал таким заурядным и пресным, А герой фабрикуется в кино, И рецепты вам точно известны. Лучше всех был Раджа из Кашмира, Что прислал золотых парадизов, Только он в санаториях Каира Умирает от ваших капризов. И мне жаль, что на тысячи метров И любви, и восторгов, и страсти Не найдётся у вас сантиметра Настоящего личного счастья. Но сегодня весна беспечальна, Как и все ваши кино-капризы, И летит напряжённо и дальне Голубая испана Суиза. 1928. Вас слишком испортила слава, В противоположность Игорю Северянину, Поэзами восторга и обожания Спавшему публику, Александр Вертинский заговорил С эстрады о печальном и трагичном. Это было рискованно, Поскольку не найди поэт Нужную интонацию, Единственные слова, образ, Способ общения, его творчество Оказалось бы невостребованным. Это было рискованно ещё и потому, Что любая недосказанность, Движение, жест, мимика, Всё, что могло показаться фальшивым, Означало банальность. И если банальность была позволительна В стихах гения Игоря Северянина, Ибо обретала вселенские, Концертные масштабы массовой культуры, То в лирике Александра Вертинского Ничем кроме пошлости Банальность обернуться бы не могла. «Каким образом поэт сумел Донести драматизм положения? По какой тонкой грани сумел пройти, Оттачивая своё искусство?» Скал советский критик Иофин. У Вертинского лирика Пересекается иронией. Причём и то и другое Свидетельствует об отношении автора К самому себе. Пародии обезврежены заранее. Вертинский готов отнестись к себе С той насмешкой, какую заслуживает, Но поверив в иронию, Мы тем сильнее поверим в драматизмовое положение. Грустное кажется смешным в его искусстве, И наоборот, потому банальное Становится оригинальным. Ирония Вертинского – не сарказм, Печаль – не отчаяние. Выработано удобное отношение к жизни. Утверждается и поэтизируется Человеческая слабость. Иофьев Вертинский Удобным подобное отношение, конечно же, вряд ли можно назвать. Поэтизировать слабость в эпоху утверждения оптимизма и силы Означает в полной мере противопоставлять своё творчество эпохе. «Я существую на правах публичного дома», – говорил о себе артист по возвращению на родину. «Все ходят, но в обществе говорить об этом не принят». Тексты его песен не публиковались, ноты тоже, ни строчки, ни слова упоминания в газетах. Пластинки не записывались, за исключением одного случая, когда артиста ночью вызвали в дом звукозаписи и записали шестнадцать песенных новелл для того, кто в Кремле. После того, как солнце уходило за горизонт, кабинет кремлёвского горца превращался в реальный мир рассказа о слепых капитанах, ведущих мёртвые седрые корабли. Тем не менее, по радио песни Вертинского никогда не звучали, а друзьям ничего не стоило ошарашить его рецензией в духе Льва Никулина. Продавец чужих перелицованных слов и звуков. Весёлый малый, остряк с прекрасным аппетитом и самыми здоровыми привычками. Но так как он торговал наркотической эротикой, тлением и вырождением, то он играл роль дегенерата и наркомана. И играл эту роль очень правдоподобно даже в минуты, когда ел, с аппетитом, вареники с вишнями. Кукла из Дансинга, стилизованная кукла Пьеро, одетая в кружевой бархат, висела у него через плечо. Он махнул нам длинной прозрачной рукой и вошёл в подъезд. И мы представили себе бархатного длиннолицого певца, ветошь вчерашней эпохи, которую время смахнуло с эстрады и перебросило, как куклу через плечо. Журнал «Огонёк», 1929 год. Какое уж тут удобство о моей собаке. Это не важно, что вы собака. Важно то, что вы человек. Вы не любите сцены, не носите фрака. Мы как будто различны, а друзья наверх. Вы женщин не любите, а я обожаю. Вы любите запахи, а я нет. Я ненужные песни упрямо слагаю, А вы уверены, что я настоящий поэт. И когда я домой прихожу на рассвете, Иногда пьяный или грустный или злой, Вы меня встречаете нежно-приветливо, А хвост ваш, как сердце, даёт перебой. Улыбаетесь вы, как сама Джоаконда, И если бы было собачье кино, Вы были б б бедеттой, звездой Синемонда, И вы б Гретту Гарбо забили давно. Только в эту мечту мы утратили веру. Нужны деньги и деньги, кроме побед, И я не могу вам сделать карьеру, Не могу, понимаете, средств нет. Вот так и живём мы, бедно, но гордо, А, главное, держим высоко всегда Я свою голову, а вы свою морду, Вы, конечно, безгрешны, но я без стыда. И хотя вам порой приходилось кусаться, Побеждая врагов и врагинь гоня, Всё же я, к сожалению, должен сознаться, Вы намного честней и благородней меня. И когда мы устанем бежать за веком И уйдём от жизни в другие края, Все поймут – это ты была человеком, А собакой был я. 1934. Париж. Нью-Йорк. Вообще, всякое поэтизирование Может быть удобным только в терапевтических целях Излечения самого поэтизирующего. Александр Вертинский – скорее виртуоз. Он мог позволить себе с эстрады говорить о серьёзном, Одновременно иронизируя над публикой, Над самим собой, Ариэткой и обстоятельствами, В которых оказались те и другие. 1934. Мы вынуждены принять его мир как мир действительных и сложных переживаний именно потому, что ничтожество этого мира он не пытается скрыть. 2034. Человек знает и чувствует нелепость своей жизни, но изменить её не может и не хочет. В этом сила и слабость Вертинского. Потому он так художественно рассказывает о жизни киноактрисы, куртизанки, сноба. Он сам ею живёт и ею же тяготится. Привязан к ней и её презирает. 2134. Любой момент, освещён двойным светом, раскрывается в двоёном ракурсе. Это обязывает к виртуозности. Иофьев Вертинский. Мадам, уже падают листья. На солнечном пляже в июне В своих голубых пижама Девчонка, звезда и шалунья, Она меня сводит с ума. Под синий берсёс океана, На жёлто-лимонном песке, Настойчиво, нежно и рьяно Я ей напеваю в тоске. Мадам, уже песни пропеты, Мне нечего больше сказать В такое волшебное лето Не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, Я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете слово, Когда вы придёте ко мне? Взглядом, играя лука, Роняет она на ходу. Вас слишком испортила слава, А, впрочем, вы ждите, приду. Потом опустели террасы, Из пляжа кабинки свезли, И даже рыбачьи баркасы В далёкое море ушли. А птицы так грустно и нежно Прощались со мной на заре, И вот уж совсем безнадежно Я ей говорил в октябре. А да, уже падают листья, И осень в смертельном бреду, Уже виноградные кисти Желтеют в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, Я гибну в осеннем огне. Когда же вы скажете слово, Когда вы придёте ко мне? И взгляд опуская устало, Шепнула она, как в ряду, Я вас слишком долго желала, Я к вам никогда не приду. 1930-й Цопот Данцик В мире нет единой точки зрения, Поскольку мир – складка, И существует в виде бесконечного Множества сходящихся И расходящихся серий событий. Я должен иметь тело, Такова моральная необходимость, Требования, И прежде всего я должен иметь тело, Поскольку во мне есть тьма. Эксплицировал монодологию Лейбница Жиль де Лёс В книге «Размышления о бытии и природе событий» Складка Лейбницы Барокко. Я должен иметь тело, Поскольку во мне есть тьма. Но это ещё не всё. Самое поразительное, Что для прояснения тёмного духа, В глубинах которого мрак, Эта тёмная его природа Как раз и проясняет и требует тел. Первые месяцы эмиграции Вспоминались кутежами, Швырянием денег, Шампанским, Которым вспрыскивались сделки, Барыши и деловые знакомства. Какой-то микроб беспечности носился в воздухе. Думалось, всё наладится, И все скоро вернутся на родину. Картина точь-в-точь походила на то, Что описано Михаилом Булгаковым в «Беге» В пьесе «Восьми снах» и «Восьми же действия», В работе над которой драматург использовал Мемуары белого генерала Слащёва. Генерал стал прототипом страшного В своей мести и сумасшествии Командующего фронтом Романа Хлудова, Роль которого в кинофильме «Алова и Наумова» Пронзительно сыграл Владислав Воржецкий. Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось всё русское, Начиная от русских женщин, капризных и избалованных, Которые требовали к себе большого внимания И больших затрат, И кончая русской музыкой и русской кухней. Простодушные и грубоватые американцы, Суховатые и снобирующие англичане, Пылкие и ревнивые итальянцы, Весёлые и самоуверенные французы, Все совершенно менялись под благотворным влиянием Русских женщин, Ибо переделывали они их изумительно. А русские женщины любят переделывать мужчин. Для иностранцев условия были довольно тяжёлые, Но чего не претерпишь ради любимых. Помню, был у меня один приятель – француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и весёлый. Подружились мы с ним потому, что он обожал всё русское. – Гастон! – спросил я его однажды. – Вот вы так любите всё русское. Почему бы вам не жениться на русской? Он серьёзно посмотрел мне в глаза, Потом улыбнулся. – Вот видите ли, мой дорогой друг, – Раздумчиво начал он, – Для того, чтобы жениться на русской эмигрантке, Надо сперва выкупить все её ломбардные квитанции. А если у неё их нет, то у её подруги. Раз. Потом выписать всю её семью из Советской России. Два. Потом купить её мужу такси Или дать отступного тысяч двадцать. Три. Потом заплатить за право учения её сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачет. Четыре. Потом положить на её имя деньги в банк. Пять. Потом купить ей апартамент. Шесть. Машины. Семь. Меха. Восемь. Драгоценности. Девять. И так далее. А шофёром надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И у него отняли всё-всё, кроме чести, конечно. После этого, он задумался, после этого она вам скажет. Я вас пока ещё не люблю, но с годами я к вам привыкну. И вот, вдохновенно продолжал он, когда она к вам, наконец, почти уже привыкла, вы ловите её со своим шофёром. Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и, понятно, вы для неё нуль. Вы иностранец. Чужой. И к тому же хам, как она говорит. А он всё-таки бывший князь. И танцует лучше вас. И выше вас роста. Ну, остальное вам ясно. Скандал, развод. На суде она обязательно вам скажет. Ты имел моё тело, но души моей ты не имел. Зато ваш шофёр имел и то, и другое. Согласитесь, что это сложно, мой друг. Шарж был ядовитый, но, в общем, довольно верный. И, тем не менее, женщины всё-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых больших особ первого класса и кончая самыми маленькими. А турки вообще от них потеряли головы. Разводы сыпались, как из рога изобилия. Мужья получали отступного и уезжали искать счастье кто в Варну, кто в Прагу, кто куда, а жёны делались магометанскими леди и одевались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика. Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Вся эта военная молодёжь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове и Екатеринодаре с перепугу переженилась на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский авось. Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, то есть по уговору, все оказались дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказали о себе чудеса. Те слушали их, разинув рты. Мужья сердились, но терпели. Главой в доме была жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жён, тяготились с создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целые дни торчали в бильярдных. Александр Вертинский. Дорога и длинная. Пей, моя девочка, пей, моя милая, Это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, Счастья нам не дано. Нас обманули, нас ложью опутали, Нас заставляли любить. Хитро и тонко так тонко запутали, Даже не дали забыть. Пей, моя девочка, пей, моя милая, Это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, Счастья нам не дано. Выпили нас, как бокалы хрустальные, С светлым душистым вином. Вот отчего мои песни печальны, Вот отчего мы вдвоём. Пей, моя девочка, пей, моя милая, Это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, Счастья нам не дано. Наши сердца, как перчатки, изношены, Нам нужно много молчать, Чей-то жестокой рукой мы брошены В эту большую кровать. Пей, моя девочка, пей, моя милая, Это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, Счастья нам не дано. 1917 Знакомый восточный князь Меломет Купил шхуду И гостеприимно предлагал актёрам Ехать на ней в Турцию. Предлагал мне Особинову Барановской и Плевицкой. Молодые актёры Нанимались кочегарами на Рион, Большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали Всё, что возможно, чтобы только отделаться От корниловских колокольчиков. В такие дни на стенах города Вдруг появлялись расклеенные приказы Генерала Слащёва. Тыловая сволочь. Распаковывайте ваши чемоданы. На этот раз я опять отстоял для вас перекоп. Иногда в осенние ночи, когда море шумело И билось за окнами нашей гостиницы, Часа в три приезжал с фронта Слащёв со своей Свитой. Испуганные лаки Испешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами, Сходил вниз, пил с ними водку, Разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, была грустно, страшно и пусто. Слащёв дёргался, как марионетка на нитках, Хрипел, давил руками бокалы И, кривя страшный рот, говорил, Склёвывая на пол, Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам. – Почему семечек? – спрашивал я. – А я, видишь ли, иду в атаку С семечками в руке. Это развлекает и успокаивает моих мальчиков. Мы уже были на «ты». Черноморский матрос Фёдор Баткин, Краснобай, Демаго и Пустамеля, Выдвиженец Керенского Кого-то в чём-то безуспешно убеждал. Люди пожимали плечами И, не дослушав, уходили, Потому что им была нужна только виза. Визу! 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 Куда угодно! Хоть на край света! Остальное никого не интересовало. А Слащёв уже безумствовал. В Джанко и он приказал Повесить на фонарях Железнодорожных рабочих За отказ исполнить его приказы. С Перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское. Однажды утром я получил от него телеграмму. Приезжай ко мне, Мне скучно без своих песен, Слащёв. На рейде стоял пароход Великий князь Александр Михайлович. Капитан его, грек, Был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нём уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, Я попросил его взять меня с собой. Он согласился. Утром, захватив с собой Своего единственного друга, Аптёра Путяту и пианиста, Я уехал из Севастополя. В пьесе Михаила Булгакова Кавалерист, генерал-майор Чернота, Указывая куда-то вдаль, Обращается к командующему Хлудову, К казнящему и карающему. Ваше превосходительство! Что же это вы делаете? Рома, ты генерального штаба, Что же ты делаешь? Рома, прекрати! Молчать! Обоз бросите здесь, Пойдёте на Карпову балку, Станете там. Слушайте. 3 ноября 1921 года В годовщину взятия Крыма Советская власть объявила амнистию Участникам Белого движения И уже 21 ноября Генерал Слащёв с белоказаками Вернулся в Севастополь, Откуда в личном вагоне Железного Феликса Был доставлен в Москву. В 1924 году вышла его книга «Крым» в 1920 году Отрывки из воспоминаний. С июня 1922 года Слащёв преподавал тактику В школе комсостава «Быстрел», Где не жалел ни язвительности, Ни насмешки, Разбирая операции Красной Армии На подступах к Крыму. Напряжение в аудитории Было порой как в бою. Забитые до отказа аудитории Многие командиры в недавнем прошлом Сами сражались с франклицами. 11 января 1929 года В комнате при школе, В которой жил Слащёв, Он был застрелен Лазарем Львовичем Коленбергом В расплату за все зверства, Совершенные Белой Армией Над еврейским населением Юга России. Пёс Дуглас В нашу комнату Вы часто приходили, Где нас двое, Я и Пёс Дуглас. И кого-то из двоих любили, Только я не знал, Кого из нас. Псу однажды Вы давали соль в обладке, Помните, Когда он заболел? Он любил духи, Игрыз перчатки И всегда вас рассмешить умел. Умирая, Вы о нас забыли, Даже попрощаться не могли. Господи, Хотя бы позвони, Просто к телефону подошли. Мы придём на вашу панихиду, Ваш супруг нам сухо скажет жаль, И, покорно проглотив обиду, Мы с собакой затаим печаль. Вы не бойтесь, Пёс не будет плакать, А тихонечко ошейником звеня Он пойдёт за вашим гробом В слякоть, Не за мной, А впереди меня. 1917 Природа артиста – Это природа множественного, Возможность в действительности Реализовать складки, Изгибы И причуды собственной Индивидуальности. Амплуа – это одна из складок, Но чем более разнопланов артиста Великого таланта, Тем больше множественных возможностей Заключено в его субъективности, Во мраке духа, Требующего для своего прояснения Существования в тени. Он может тысячи раз умирать, И каждый раз это будет Ни на что не похоже. Он может тысячу раз Спеть одну и ту же песенку, И техническая задача исполнения Отойдёт на второй план, В свете сверх задачи Сеет разумное, доброе, вечное. Николай Микрасов Три поколения Аплодировало Александру Вертинскому при его жизни, Тридцать три аплодируют после. В неважной математике Артист сильно ошибся С подсчётом времени Отпущенных ему Богом аплодисментов. В 1915 году Одним из множественных воплощений Александра Вертинского Был медицинский брат. На свой страх и риск, Спасая жизнь умирающему офицеру, Он извлёк пулю Из замочного отверстия Раны под сердцем. Пулю разрешалось извлекать Только хирургу, Которого на поезде не было, А до ближайшего госпиталя В Пскове Раненый ни за что бы не дотянул. Старший военврач По фамилии Зайбис Велел медбрату Сбросить тело где-нибудь По дороге. Как это сбросить? Разве так можно? Если дело только в операции? И вот тогда медбрат Вспомнил о курнцангах Щипцах для проводки дренажа И извлечения из раневых каналов Инородных предметов. Когда в Москве ему вручили список И послали за инструментами Для санитарного поезда В магазин хирургических инструментов Шваба, он взял их по своему усмотрению Из-за их декадентского вида. Они были не только длинными, Но и кривыми, И заканчивались двумя поперечными Игорочками. Его эстетическое чувство Декадента и поэта Подсказало ему необходимость В необыкновенном инструменте. – Это зачем? – спросил начальник поезда. – Вот запишу на твой личный счет, Будешь платить, Чтобы не своего ничего. Было часа три ночи. Полковник был без сознания. Я разрезал повязку И стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, Что концы щипцов Наткнулись на какое-то препятствие. Пуля… Вогон трясло, Меня шатало. Но я уже научился Работать одними кистями рук, Ни на что не опираясь. Сердце колотилось, как бешеное. Захватив препятствие, Я стал медленно вытягивать щипцы Из тела полковника. Наконец вынул. Пуля… Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял Зайдис. Он был белый, как мел. За такие штучки отдают Под военно-полевой суд, Сказал он дрожащим гонцем. Промыв рану, Заложив в нее марлевую турунду И перебинтовав, Я впрыснул полковнику камфору, К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали, Довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни. В поезде была книга, В которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых, Легких делали сестры. Когда я закончил свою службу, На поезде на моем счету Было тридцать пять тысяч перевязок. Кто этот брат Пьеро? Спросил Господь Бог, Когда ему докладывали о делах человеческих. Да так, актер какой-то, Ответил дежурный ангел. Бывший кокаинист. Господь задумался. А настоящая как фамилия? Вертинский. Ну, раз он актер И тридцать пять тысяч перевязок сделал, Помножьте все это на миллион И верните ему в аплодисменты. С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, Что уже исчерпал эти запасы аплодисментов, Или что они уже на исходе. Шутки шутками, Но работал я в самом деле как зверь. Александр Вертинский. Дорогой длинной. Палестинская танго Манит, звенит, зовет, поет дорога, Еще томит, еще пьянит весна, А жить уже осталось так немного, И на висках белеет седина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, И вдаль туманную текут года, И так настойчиво и нежно кто-то От жизни нас уводит навсегда. И только сердце знает, Мечтает и ждет, И вечно нас куда-то зовет, Туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает менталь. И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, Где с неба льется золотая лень, Еще поют какие-то молитвы, Встречая ласковый и тихий Божий день. И люди там застенчивы и мудры, И небо там, как синее стекло, И мне, уставшему от лжи и пудры, Мне было с ними тихо и светло. Так пусть же сердце знает, Мечтает и ждет, И вечно нас куда-то зовет, Туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает менталь. Палестина Другой знаменитостью эмиграции Был актер Иван Ильич Мазжухин. Он был легок на сгиб, Ему ничего не стоило, Меняя амплуа от одной складки Сформированной сценарной линии внешнего, Перейти к другой. Ему одинаково блестяще удавались Как трагические, так и комические роли, Герои-любовники и гротеск. Среди его работ была роль Адмирала Корнилова В обороне Севастополя , Скрипача Трухачевского В крейцеровой сонате , Чёрта В ночи перед Рождеством , Отца Сергия В одноименной картине . Великий, немой, Картины с участием Мазжухина Делали полные сборы даже в Париже. Французы сразу полюбили его. Лейбниц утверждал, что монады Не имеют окон. Монада находится внутри мира И сама является миром, Согласовываясь с другими монадами В совместной деятельности По причине гармонии, Предустановленной Господом Богом, Которой тоже есть монада, Высшая в иерархии духов и душ. Переводя немецкого философа На язык своей философии, Жиль де Лёс объяснял, Что в мире царит предустановленная Гармония двух этажей лабиринтов. Верхний этаж блаженных занимают Складки или сгибы души , Которые есть нечто иное, Как врождённое знание. Внизу, на этаже проклятых, Складки материи, мир тел. Коммуникация между этажами Происходит посредством вибраций. С Мазжухиным у Вертинского Сложились тесные дружеские отношения. В их компании проводил время Серж Лефарь, артист балета Или коллекционер пушкинских рукописей. Иногда к ним присоединялся Фёдор Шаляпин. Лефарь пел и плясал по-цыгански, Шаляпин рассказывал, Мазжухин смешил, Показывая немое кино И представляя всякие уморительные эпизоды. Мир вибрировал. Все они прекрасно понимали друг друга. Множественные миры любого из них Легко находили отклик Множественной субъективности другого. Александр Николаевич мог, к примеру, Поведать об одном замечательном случае Из времён своей дореволюционной Кинодеятельности, когда он только начинал работу На фабрике у Ханжонкова И свидетелем чего был один из присутствующих Иван Мазжухин. А Лефаря и Шаляпина рассказ, Несомненно, мог позабавить, Если не заставил бы долго смеяться. Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике Появился Илья Львович Толстой, Сын Льва Толстого, Как две капли воды, похожей на отца. Он искал актёра на одной из ролей сценария, Который написал по рассказу отца, Чем люди живы. Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма, Один из ангелов захотел узнать, Как и чем живут люди на земле, И, спустившись с неба на землю, Попал в семью сапожников. Все актёры у Толстого были уже подобраны, Ему нужен был только ангел. Вначале он предложил эту роль Мазжухину. Иван со смехом отказался. «Ну какой же я ангел?» – сказал он. «Вот если б чёрта, я бы сыграл». Трудность заключалась ещё в том, Что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, Совершенно голый, С одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился. «Ты с ума сошёл. Голым прыгать в снег. Ты же схватишь воспаление лёгких», – Изумлялись товарищи. «Ничего не схвачу. Я спортсмен», – презрительно возражал я. «Сколько вы хотите за эту роль?» – спросил Толстой. «Сто рублей», – прошептал я. Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. К всеобщему изумлению Толстой немедленно согласился. Очевидно, ангелы были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс – 15 рублей. Я повёл всех в кабак и был, разумеется, героем дня. Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в ясной поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани розвальни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками, и мы уехали в поле на слой. Ехали мы в закрытом воске, вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке до гола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег, оглядеться и пойти по снегу вдаль, не оглядываясь, спиной к аппарату. Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль. Хорошо еще, что сцена снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съемки меня схватили, укутали в тулупку, усадили в карету и вскач повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали еще коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке, под горой тулупов и шум, которые на меня навалили. Все это произошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая-то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно решила, что меня ограбили, и заголосила на взрыв, «Что ж они с тобой родивеньким сделали, ироды проклятые, голубочек ты мой чистенький, ограбили дитё и в снег бросили». Ей, конечно, нельзя было объяснить, что это кино, и на неё никто не обратил внимания. Так она и осталась при своем мнении. Я проспал на печи до вечера. Потом меня посадили в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне это очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей работе. Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг. «Сколько же вы получили за эту роль?» – спросил меня один из газетчиков. «Сто рублей», – честно ответил я и добавил. «Дурак был. Мало взял». На другой день в газетах было напечатано интервью со мной. Кончалось оно так. «Сколько же вы получили за эту роль?» – спросили ему Вертинского. «Сто рублей». «Мало взял. Дурак был», – отвечал он. «Мы не стали возражать талантливому артисту и откладились». Позор был на всю Москву. Иван Маджухин полгода издевался надо мной после этого. Александр Вертинский. Дорога длинная. Рождество Рождество в стране моей родной, Синий праздник с дальней звездой, Где на паперке церквей в метели Вихри стелют ангелам постели, С белых клиросов взлетает волчий вой. Добрый праздник старый и седой, Мёртвый месяц щерет рот кривой, И в снегах глубоких стынут ели. Рождество в стране моей родной, Добрый дед с пушистой бородой Пахнет мандаринами и ёлкой, С пушками, хлопушками, кошёлки. Детский праздник, а когда-то мой, Кто-то близкий, тёплый и родной, Тихо гладит ласковой рукой. Время унесло тебя с собой, Рождество страны моей родной. 1934. Париж. США скупали знаменитостей из Европы как товар, И Мазжухин отправился в Голливуд. «Миллионы крошечных кадриков составляют ленту моей души», Сказал он в одном из интервью. Однако американцы приглашали европейских актёров Отнюдь не ради искусства. Голливудским за правилом нужен был провал Заграничных конкурентов у американской публики С тем, чтобы заменить их на кинорынке своими талантами. Попав в Голливуд, актёры незаметно сходили на нет. Рынок заполняли американцы. Выпустив Мазжухина в двух-трёх неудачных картинах, Голливуд добился, чтобы публика его не взлюбила, И ему пришлось вернуться в Европу. Карьера звезды русского кинематографа, Чьи выразительные глаза со слезой, как магнит, Притягивали зрителя, клонилась к закату. Звуковое кино окончательно убило Мазжухина. Он не знал ни одного языка. Несколько попыток сыграть в звуковых фильмах не умничались успехом. Да кроме того, от слишком широкой жизни на лице его появились следы, Скрыть которые не мог уже никакой грим. Он старел. К говорящему кино он пылал ненавистью. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел. Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, Что у Мазжухина скоротечная чахотка, Что он лежит в бесплатной больнице без сил, без средств, без друзей. Я собрал всех своих товарищей, шанхайских актеров, И мы устроили в Аркадии вечер, чтобы собрать Мазжухину деньги на лечение И переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал Аркадии был переполнен. В разгар балов час ночи из редакции газеты нам сообщили, Что Мазжухин скончался. Продолжать программу я уже не мог. Меня тушили слезы. Умирал Иван в НИИ, в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников Не было возле него. Пришли на похороны только цыгане, Бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе. Александр Вертинский «Дорогой длинной» Музыканты лета Провожают умершее лето, Служат панихиду тишины. На могилах-клумбах астр-пукеты Осенью вдовой возложены. Отзвенели в чаще золотистой Божьих птиц высокие концерты, И уже спешат в турне артисты Вечные певцы любви и смерти. Ласточки летят на Гонолулу, Журавли в Египет на гастроли, А Малиновки еще в июле Обещали выступать в Тироли. Соловьи мечтают о Соренто, Чтоб развить свои феоритуры, Починить больные инструменты И пройти с маэстро партитуры. Сам Господь дает ангажементы Беззаботным музыкантам лето, И всегда в тяжелые моменты Их пути он озаряет светом. Только я останусь на вокзале, Чтоб махать им бледною рукою. Почему вы раньше не сказали, Я бы с вами, я бы всей душою, Мне теперь совсем не нужно Тело в этой мертвой солнечной глуши, Никому нет никакого дела До моей пустеющей души. 1939–1940. Циндао Укутав сердце в шелк и шиншила Бог философии Готфрида Вильгельма Лейбница Читает будущее в прошлом, поскольку может раскрыть все тайники материи, Заметно проявляющиеся только со временем. Это ситуация Бога, читающего в каждом человеке то, что происходит повсюду, И даже то, что произошло или произойдет. В чем же состоит чтение? Чтение состоит не в выведении из прошлого состояния идеи в следующем состоянии, как это было у Гегеля, А в постижении усилия или тенденции, посредством которых само последующее состояние проистекает из предыдущего, при помощи некой естественной силы. Божественное чтение есть поистине прохождение Бога через монады отдельной души, которое и есть нечто иное, как транзитус – прохождение Бога. У каждой монады есть некая точка зрения, результат чтения или взгляда Бога, проходящего через нее и с ней совпадающего. Поскольку любая деятельность монады является результатом того, что через нее проходит и в ней происходит, монада свободна. Нельзя сказать, что Бог уже ранее в силу своего предведения прошел через монаду. Вечность состоит не в опережении и не в запаздывании, но в совпадении со всеми следующими друг за другом в мировом порядке переходами, со всеми, кто жив в настоящем и составляет мир. Александр Вертинский жив в настоящем. Это человек подлинного, вечно живого мира культуры, который невозможно уничтожить, даже разорив и сравняв с выжженной землей цивилизацию, чьи народы были носителями этой культуры. Все потому, что Бог проходит через монады каждой отдельной души, открытой зову бытия и готовой обрести утерянное, быть настоящим. Быть. А неплохой глагол быть. Без всякого пресновного. Быть и точка. За ней простор. Марина цветает. И никогда не покидать родину творчества. Будущее. Бал Господень В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным, маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пожах, вереницах карет и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы Минуэт. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло. Ваше дивное платье – Незон Левалет. Но однажды сбылись мечты сумасшедшие, платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалки по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики, старый попик любезно к кадилам махал, так весной в Будафорском смешном экипажике вы поехали к Богу на бал. 1917. Кисловодск. В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора, весьма живописных и даже несколько театральных лохмотьев, с большой суковатой палкой и сиплым пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали из жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно – увядший букетик. А автор его – известный всему Киеву пьяница, некий Пучков, бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стишки были весьма мизерабельные. Увял букетик мой, а сколько жизни было в его зелёненьких листках и в разноцветных лепестках, и всё увяло, всё отжило. К сборнику этому больше подходило другое название – «Телячьей нежности», например, но нас удовлетворял и букетик. Отпечатан он был в типографии и кормил автора, или вернее поил, довольно долго – года три. Продав штук пять экземпляров, он шёл на базар, в обжорку и напивался. Мы, гимназисты, покупали у него эту княжонку принципиально, чтобы показать мещанам, до чего они довели поэта. У каждого из нас было по нескольку штук этого букетика. Свою вступительную речь поэт начинал так. «Пардон, месье, волею судья почутился вне бортов общественного положения. Скитаюсь в океане буря невзгод. Нуждаюсь в сентиментальной поддержке и вонять ни сантима. Донемо-а-келька-шёс-пур-бур. И мы давали последние пятаки, сбережённые от завтрака. Надо же было поддерживать искусство». Александр Вертинский, «Дорогой длинной». И в хаосе этого страшного мира, под бешеный вихрь огня, проносится огромный истрёпанный том Шекспира. И только маленький томик меня. Значение поэта, конечно же, не измеряется объёмом всего им написанного. В середине XIX века Фёдору Ивановичу Тютчеву хватило двухсот сравнительно небольших стихотворений и фрагментов, чтобы создать образный переизбыток трагического ощущения русской культуры. Артёру Рымбо хватило бы одного пьяного корабля, чтобы задолго до начала XX века определить основные черты нового искусства – символизма, экспрессионизма, авангардизма, иммажизма. Александру Вертинскому достаточно было полусотни шедевров авторского мастерства, чтобы отечественная культура обогатилась сотнями самодеятельных артистов, исполняющих тысячи сочинённых и ниже песенных историй. «Стихи, – объяснял он, – должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках и, кроме всего, они должны быть в пору каждому, т.е. каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нём и про него». Александр Вертинский. Размышление. И действительно, именно на такие стихи мелодия ложится как будто сама собой, и не какой-нибудь мотивчик однодневка, но потрясающий органный аккорд с разрешением в духе и мироощущении целого поколения, отголоски которого будут слышны и сотни лет спустя. Над Розовым морем. Над Розовым морем вставала луна, Во льду зеленела бутылка вина, И томно кружились влюблённые пары Под жалобный рок от гавайской гитары. Послушай, послушай, Ох, как это было давно, Такое же море и то же вино, Мне кажется, будто музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется, даже… Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой, Мы жили тогда на планете другой, И слишком устали, и слишком мы стары, И для этого вальса, и для этой гитары. Георгий Иванов Неповторимая индивидуальность русского шансонье и проникновенное стихотворение Георгия Иванова породили изумительное танго, которое запомнилось и было понятным даже для незнающих русского языка гостей Шехерезада и Казановы, от Морганов, Ротшильдов и Вандербильтов до Густава Шведского, Принца Уэльского и Альфонса Испанского. Что вам сыграть, сэр? Я хочу одну русскую вещь, только я забыл ее название. Там, 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 там… Достаточно было напеть мелодию. Что говорить об артистах, чья субъективность была столь же щедро одарена множественностью блистательных индивидуальностей монад, как и талант Александра Вертинского? Его слушали Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитри, Грета Гарба. Всех их интересовала русская песня и музыка, поэзия звука и голоса. Его песни звали к жизни, к жизни среди смерти и после нее. Не слушая их, всякая артистическая натура, неважно в ней или внутри русского языка и культуры, испытывала то удивительное блаженство души, которое Лейбниц и Делиос называют вибрацией. С началом Первой мировой Георгий Иванов заменил в редакции Аполлона Николая Гумилёва, ушедшего добровольцем на фронт. С 1916-го участвовал во втором цехе поэтов-акминистов. После убийства Николая Гумилёва пришло решение эмигрировать, и в сентябре 1922 года он отбыл на пароходе в Германию, оттуда в Париж, где разделил с Владиславом Ходосевичем звание первого поэта. Еще в пору февральской революции все чего-то ждали, не веря, чтобы все так спокойно кончилось. Ведь это же революция и не страшное. Это было подозрительно. Среди скептиков, что предупреждали – ничего, еще увидите, подождите, это только цветочки ягодки впереди, был и Георгий Иванов. Александр Вертинский вспоминал. Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто ее и не было. Пооткрывались новые кафе. Питерск на Кузнецком и кафе поэтов на Стастинском. Желтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно. Футуризм сделал свое дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии отец футуризма Маринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шел своим путем. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский. Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными, и совсем других масштабов. А я в это время стал знаменитостью на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои аретки в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим – свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном лунном полумраке. Но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест. Впечатлительные падки на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через черный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали. Кокаинист. Сумасшедший какой-то. – И что вы в нем нашли? – недоуменно спрашивали они женщин. Я и сам не знал. Петь я не умел. Поэт я был довольно скромный. Композитор тем более наивный. Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне? Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал. Вот поет соловей русской оперной сцены. А о чем он поет? Розы-грезы, опять розы, соловей-алей. До каких пор? Ведь это уже стертые слова. Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет, содержание, действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю, вроде безноженьки девочки-колейки, которая спит на кладбище между лохматых могил и видит, как добрый и ласковый боженька приклеил ей во сне ноги, большие и новые. Я пел о кокейнетке, одинокой заброшенной девочке с мокрых бульваров Москвы, о женщине в пыльном маленьком городе, где балов не бывало, которая всю жизнь мечтала о Версале, о мертвом принце, о баллах, пожах, вереницах карет. И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть, и которое ей, наконец, надели, когда она умерла, и так далее. У меня были Жаме, Минуточка, Бал Господень, Кореольчик, Лиловый Негр, Оловянное Сердце. Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодований. В чем только не упрекали меня, как только меня не поносили и не ругали. Страшно вспомнил. Уже позже, в Киеве, на концерте какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал. «Молодежь, не слушайте его, он зовет вас к самоубийству!» Молодежь с хохотом стащила его с барьера ложи. Александр Гертинский. Дорогой длинной. Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был для тех, кому жить тяжело. А искусство мое, как мороз, даже лужи превращало порой в голубое стекло. Я любил и люблю этот бренный и тленный, равнодушный, уже остывающий мир. И сады голубые кудрявой вселенной, и высоких надзвездьях синий эфир. Трубочист, перепачканный черной усажей, землекоп из горы добывающий мел, Жил я странную жизнью моих персонажей, только собственной жизнью пожить не успел. И, меняя легко свои роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой, я свою проиграл. Но зато серафимы в смертный час прилетят за моею душой. 1952. Москва Как возникает вибрация, отклик на песенку, ареетку, чувства и мысль? Случайно? Закономерно? Или как Бог на душу положит? Жиль-де-Лёс настаивает на генезисе звука из ощущения. Он пишет. Каждая монада включает в себя мир как бесконечную серию бесконечно малых, но может образовать дифференциальные отношения и интеграции только с ограниченной частью серии, так что сами монады входят в бесконечную серию инверсных, то есть все более мелких, чисел. Каждая монада в своей части мира или ясной зоне, стало быть, представляет собой аккорды, поскольку аккордом мы называем взаимоотношения некоего состояния с его дифференциалами, то есть с интегрирующимися в этом состоянии дифференциальными отношениями между бесконечно малыми. Отсюда двойственный характер аккорда, поскольку он является продуктом интеллигибельного исчисления, произведенного в чувственном состоянии. Слышать шум моря уже означает брать аккорд, и каждая монада внутренним образом отличается от другой по своим аккордам. Монады – это инверсные числа, аккорды же – их внутренние действия. Жиль-де-Лёс – складка Танго Магнолия В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, Когда поёт и плачет океан И гонит во слепительной лазури Птицдальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, Когда у вас на сердце тишина, Вы брови тёмно-синие на хмуре Тоскуете одна И нежно вспоминая иное небо мая, Слова мои и ласки, и меня, Вы плачете и в это, Что наша песня спета, А сердце не согрета без любви огня. И сладко замирая, От криков попугая, Как дикая магнолия в цвету, Вы плачете и в это, Что песня не допета, Что это лето где-то унеслось в мечту. В бананово-лимонном Сингапуре, В буре, когда под ветром ломится банан, Вы грезите всю ночь на жёлтой шкуре Под воплей обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре, В буре, запястьями и кольцами звеня, Магнолия тропической лазури, Вы любите меня. 1931. Бессарабия Монада играет вариацию на басу жизни. Мир развертывается в её песне, В её отличии и индивидуации, Как в песне целого мира. Каждая монада выражает мир, Хотя и не выражает все вещи одинаково, Поскольку в противном случае Между душами не было бы различий. Каждая монада, выражая целый мир, Включает его в себя, Как бесконечное множество Малых восприятий, Позывов и побуждений. Присутствие мира во мне есть беспокойство, Отсюда выражение «Быть как на иголках». Мы берём аккорд всякий раз, Когда бываем в состоянии установить Среди множества бесконечно малых, Дифференциальные отношения, Которые сделают возможной интеграцию Этого множества, То есть ясное и чёткое восприятие. Однако способны к восприятию мы не всегда И не везде, Но лишь в особой зоне, Которая варьируется для каждой монады, Тем самым для каждой монады Значительнейшая часть мира Остаётся в состоянии несвязанной, Недифференцированной и неинтегрированной оглушённости, За пределами аккорда. В то же время нет такой части мира, Которая не была бы включена в особую зону, Какой-то детерминируемой монады. И любая часть мира несёт в себе аккорды, Взятые той или иной монадой. При этом аккорды, Присущие одной монаде, Могут быть разнообразны и весьма. А если возникает диссонанс, То его можно разрешить, Обращаясь к другим гармониям. В качестве примера французский философ Приводил христианских мучеников, Которые пели гимны во время казни. Тексты Лейбница, несомненно, Своеобразную классификацию аккордов дают. Но было бы напрасно искать в них Непосредственного отображения музыкальных аккордов В том виде, как они были разработаны музыкой барокко. И однако же, Было бы ошибкой делать из этого вывод О безразличии Лейбница По отношению к музыкальной модели. Речь идет скорее об аналогии. Ведь мы уже говорили, Что Лейбниц непрестанно стремился Довести эту аналогию До уровня новой строгости. Выше всего, Монада производит аккорды мажорные И совершенные. Это такие аккорды, Где мелкие позывы беспокойства Не только не исчезают, Но еще и интегрируются В некое продолжаемое, Продлеваемое, Возобновляемое, Преумножаемое, Размножающееся отделением, Рефлексивное И привлекающее Другие аккорды Удовольствие И дают нам силу Для непрерывного продвижения Вперед. Это удовольствие, Это есть свойственное Душе блаженство. Оно гармонично В полном смысле слова. И ощущать его можно Даже среди наихудших бед, Как это бывает С радостью у мучеников. Именно в этом смысле Совершенные аккорды Представляют собой не остановки, А напротив, Динамику, Способную перейти И в другие аккорды, Привлечь их, Возникнуть снова И сочетаться До бесконечности. Делёс Складка Концерт Сарасаты Ваш любовник-скрипач, Он седой и горбатый, Он вас дико ревнует, Не любит и бьёт, Но когда он играет Концерт с Сарасаты, Ваше сердце, как птица, Летит и поёт. Он – Альфонс по призванию, Он знает секреты И умеет из женщин Сделать зеро, Но когда затаскуют его Флажолеты, Он – божественный принц, Он – влюблённый пьеро, Он – вас скомкал, Сломал, Обокрал, Обезличив. Фам-де-люкс Он сумел превратить Фам-де-шамбург. И давно уж не моден, Давно неприличен Ваш кротовый жакет С лёгким запахом Амбург. И в усталом лице, И в манере держаться Появилась у вас И небрежность, И лень. Разве можно так горько, Так зло насмехаться, Разве можно топтать Каблуками сирень? И когда вы, страдая От ласк хамоватых, Тихо плачете Где-то в углу, Не дыша, Он играет для вас Свой концерт сарасатэ, От которого кровью Зальётся душа. Безобразный, Ненужный, Больной и брюхатый, Ненавидя его, Презирая себя, Вы прощаете всё За концерт сарасатэ, Иступлённо, Безумно И больно любя. 1927. Черновцы Минорные аккорды Возникают, Когда дифференциальные Отношения Между бесконечно малыми Допускают Только Нестабильные Интеграции Или сочетания, И простые удовольствия Обращаются В свою Противоположность, Будучи привлечены Совершенным аккордом. Да, Интеграция Может происходить И в боли. Это характерная Черта Диссонирующих Аккордов, И тогда уместны Аккорды, Подготавливающие И разрешающие Диссонанс, Как это делается В музыке, Начиная Сопортибарокко. Готовить Диссонанс Означает Интегрировать Полуболи, Которые Сопровождают Уже И удовольствие, Таким образом, Что боль Следующая Уже Не придёт Против Всякого Ожидания. Так Собака Бывает Музыкальной, Когда она Умеет Интегрировать Почти Неощутимое Приближение Врага, Незаметный Вражеский Запах И бесшумное Поднятие Палки Перед тем, Как получить Удар. А разрешить Диссонанс Означает Переместить Боль, Отыскать Мажорный Аккорд, Которому Она Созвучна, Как это Лучше Всего Умели Делать Мученики. И тем Самым Подавить Не боль Саму По себе Но ее Отзвуки Или ощущения Непрестанно Избегая Пассивности И прилагая Усилия, Чтобы избавиться От ее причин, Даже если Присущей Мученикам Силы Сопротивления У нас Нет. Вся Венецианская Теория Зла Есть метод Подготовки И разрешения Диссонансов В рамках Универсальной Гармонии. Жиль де лёс Складка Когда все В России Принялось Диссонировать И неизбежность Резонанса И саморазрушения До основания Мало у кого Вызывало Сомнение, Песни Александра Вертинского Не в силах Подавить боль Саму по себе Снимали ее Отзвуки Или ощущения Непрестанно Прилагая Усилия Для подготовки И разрешения Диссонанса В тихом Аккорде Радости И примирения Артист Сыграл Свою вариацию На басу жизни Его Возвращение В Советский Союз В 1943 Было Знаковым Событием По своему Значению Равным Победе Одержанной Если не Под Сталинградом Так у того Малого Населенного Пункта Что был Родиной Для Невыдуманного Партийным Руководством Большинства Трудового Народа У Александра Вертинского Был русский А не советский Репертуар Это был Артист Который Один Сделал Целую Эпоху Отчизна Восстань, пророк, и вишть, и внемли, Исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом «Жги сердца людей» Александр Сергеевич Пушкин Я прожил жизнь в скитаниях без сроку, но и теперь еще сквозь грохот дней я слышу глаз, я слышу глаз пророка «Восстань, исполнись волей моей». И я встаю, бреду слепой от вьюги, дрожу в просторах родины моей, еще пытаясь в творческой потуге уже не жечь, а греть сердца людей. Но заметают звонкие метели мои следы, ведущие в мечту, и гибнут песни, не достигнув цели, как птицы, замерзая на лету. Россия, Родина, страна родная, Ужели мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в снег ненужное зерно? Ну что ж, прими мой бедный дар отчизна, Но, раскрывая щедрую ладонь, я знаю, что в мартенах коммунизма все переплавит сталь, святой огонь. 1950. Сахалин В 1940-м поэт прочел свое будущее, увидев Лидию Цирглаву. По отцу она была грузинка, внучка царского офицера, осевшего в Китае российского подданного. По матери – сибирячка и старовера. Между ними было 34 года разницы. Она была служащей пароходной конторы. Холодели высокие звезды, умирали медузы в воде. Пришло время менять кочевья. Брак был зарегистрирован в советском посольстве в Токио. На свадьбе гулял весь русский Шанхай. Письмо Молотову из Шанхая в Москву повез посольский чиновник, сочувственно отнесшийся к артисту. Через два месяца пришел положительный ответ Ивизе Веркинскому, его жене и ее матери. Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращения, я продираюсь к дальнему лучу, я задыхаюсь, но в изнеможении я все еще о чем-то бормочу. В 1998 году на съемках программы «Желтый ангел» Лидия Владимировна рассказала Эльдару Рязанву. Так получилось, что это было на второй день Пасхи. Я была в одной компании, и возникло такое предложение поехать и послушать Веркинского. Я была очень рада с ним познакомиться. Я сказала, садитесь. И, как он сказал, я сел и сел на всю жизнь. Совершенно поразительное чувство меня охватило, потому что он пел прощальный ужин, и когда стоял такой великолепный, такой элегантный, для меня он казался совершенно божественным человеком. Но когда он спел эту фразу, я знаю, даже кораблям необходимо пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. И вот в эту минуту стрела жалости пронзила мое сердце, и тут возникла моя влюбленность Свертинского. Мне стало его безумно жалко, такой великолепный, такой роскошный, и вдруг вот у него нет пристани. Скажите, а он сразу в вас влюбился? Я была удивительно хороша в тот вечер. Вы знаете, вы и в этот вечер тоже очень хороши. Я даже помню, мне было лет тогда 18 или 17, я была в зеленом платьице, и у меня были тогда зеленые огромные глаза и огромные ресницы. И когда я еще ему сказала, что я по отцу грузинка, он говорит, что я всю жизнь обожал грузин, и потом он всегда называл себя, что я кавказский пленник. Я, правда, могла только редко с ним встречаться, потому что я работала каждый день, и у меня были свободны суббота и воскресенье. Потом надо было еще выбрать время, когда мама куда-нибудь уйдет, потому что когда она узнала, что я познакомилась с Свертинским, то был дикий скандал. Был такой скандал. Ой, какой был скандал. Почему? Из-за репутации Александра Николаевича? Частично это и было. Но самое важное для мамы было то, что такая огромная между нами разница. Ей это казалось чудовищным, понимаете? Чудовищным и никак несовместимым. А для меня это ничего не значило. Мне было с ним интересно. А с теми ребятами, которые около меня были, мне было просто, ну так, обычное. Оказалось, не он пленник, а я его пленница. Прощальный ужин Сегодня томная луна, как бледная царевна, Грустна, задумчива, бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит напевно, Она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане, Упала на террасу тень, зажглись огни в тумане, Отлив лениво ткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайные свиданья, За незабвенные слова и пылкие признанья. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье За эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, За то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, За упоительную власть пленительного тела, За ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я подымаю свой бокал за неизбежность смены, За ваши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто вас там ждет, тоскуя, За возвращение к нему бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, А он иной, но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходимо пристань, Но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. 1939. Циндау Вы стали вдовой, когда вам было 34 года. Почему вы потом не вышли замуж? Вы знаете, Наталья Николаевна Гончарова Все-таки, так сказать, после смерти Пушкина Через несколько лет вышла замуж за генерала Ланского. Но ей Пушкин велел долго не вдовствовать. Вы думаете, поэтому? А почему вы не вышли? Ну, потому что я не Гертруда. В каком смысле? В полном смысле. Как я могла представить, чтобы кто-нибудь сидел в этом кресле, Где сидел Александр Николаевич? Как? Вот вы можете себе это представить? Вы имеете в виду гамлетовскую Гертруду? Конечно, он был король, он был патрицией, Он был человек потрясающий. Вы знаете, он был такой друг. А разве можно предавать друга? Нет, я даже не представляю. Ты успокой меня. Скажи, что это шутка, Что ты по-прежнему, по-старому моя. Не покидай меня, мне бесконечно жутко, Мне так мучительно, так страшно без тебя. Но ты уйдёшь, холодной и далёкой, Укутав сердце в шёлк и шиншила. Не презирай меня, не будь такой жестокой, Пусть мне покажется, что ты ещё моя. 1930. Дрезден Что за ветер в степи Молдаванской В репертуаре Александра Веркинского было более ста песен, но в Советском Союзе артисту разрешалось исполнять не более тридцати. На каждом концерте присутствовал цензор, незамедлительно доносящий обо всём, что подслушал и подглядел. Концерты в Москве или Ленинграде были редкостей. Аристократ Духа, Вертинский, продолжительное время воспринимал это как должное, как свой ледовый поход, как неизбежность. Он знал и о времени, и о себе. Океан равнодушия захлёстывает меня. Чем больше живёт человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться. «Всё неверно, всё жестоко, всё навек обречено», говорит поэт Георгий Иванов. «И, увы, это так. Мы живём трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед». Александр Вертинский, «Размышление». Иная песня Скоро день начнётся, и конец ночам, и душа вернётся к милым берегам, птицей, что устала петь в чужом краю, и, вернувшись, вдруг узнала родину свою. Много спел я песен, сказок и баллад, только не был весел их печальный лад. Но не будет в мире песни той звончей, что спою теперь я милой родине своей. Она станет время, и прикажет мать всунуть ногу в стремя или винтовку взять. Я не затаскую, слёзы не пролью, я совсем, совсем иную песню запою, и моя винтовка или пулемёт, верьте, так же ловко песню ту споёт. Перед этой песней враг не устоит, всем уже давно известно, как она звучит. Изо всей ошибки расплачусь я с ней, жизнь свою отдав с улыбкой родине своей. 1943. В голосе короляков и шантанов блистал экзотический мир творческого вдохновения. Тот сладкий мир, в котором хотела бы жить, вибрировать вся страна, легко соблазнённая другой сказкой, как выяснилось, с плохим концом. Тот мир, перспективы которого были страшно искажены большевизмом, но который, тем не менее, алыми парусами Грина или фестивальными радостями оттепели, прорывался в чуть приоткрытую форточку железного занавеса. Голос Александра Вертинского это то, чем могла стать Россия. Могла, да так и не стала. Поэт руководствовался единственно тем, что он должен сказать. В 1956 году Александр Вертинский иронично и с весомой долей самой иронией обратился к первому заместителю министра культуры СССР Кафтанову. Дорогой Сергей Васильевич, если у вас хватит времени и терпения прочесть это письмо, то посмотрите на него, как на своего рода курьез. Лет через 30-40, я уверен в этом, когда меня и мое творчество вытащат из подвала в забвение и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романца, как Гурилев, Орламов и Данауров, это письмо, если оно сохранится, будет иметь свое значение, быть может, позабавит радиослушателей какого-либо 1900 затертого года. Почему я пишу его? Почему я обращаюсь к вам? Не знаю. К вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально. Но я не вижу никого, кому бы я мог обратиться с моими вопросами и не верю в человечность, внимательность, чуткость ни одного из ваших больших людей, потому что они слишком заняты другими, более важными государственными делами и их секретари никогда не положат на их стол мое письмо и вообще не допустят меня до них. Щадя время, учитывая их занятость, еще потому что эти большие люди за 13 лет, что я нахожусь в Союзе, ни разу не удосушились меня послушать. Где-то там, наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране, обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране, газетчики и журналисты говорят, нет сигнала, вероятно, его и не будет. А между тем я есть и очень есть, меня любит народ, простите мне ту смелость. 13 лет на меня нельзя достать билета. Я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну, я пел везде, и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят, спасибо, что вы приехали. Мы отдохнули сегодня на вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир, мир романтики, поэзии. Мир может быть снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека, и которого у нас нет пока. Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень советское, нужно кому-то, и может быть необходимо, а мне уже 68-й год, я на закате, выражаясь языком музыкантов, я иду на коду. Сколько мне осталось жить, я не знаю, может быть 3-4 года, может быть меньше. Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая собственно и держит меня, как поплавок на поверхности и не дает утонуть. Все это мучает меня. Я не тщеславен, у меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек, и советский человек, и я хочу одного, стать советским актером, для этого я и вернулся на родину. Ясно? Не правда ли? Вот и я хочу задать вам ряд вопросов. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я? Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Барнеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству? Почему нет моих нот, моих стихов? Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу. В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности, и никто этого не знает. Верьте мне, мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и высоко равнодушен. Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей родине. До сих пор за границей моих пластинок выпускают около миллиона в год. А здесь из-под полы все еще продают меня на базарах по блату вместе с вульгарным кабацким певцом Лещенко. Мне горько все это. Я, собственно, ничего у вас не прошу. Я просто рассказываю вам об этом. Потому что вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его. Как стыдно ходить и просить и напоминать о себе. А годы идут. Сейчас я еще мастер. Я еще могу. Но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни. И будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любил народ и не заметили его правители. Примите мой привет и мое глубокое доверие к вам, как к настоящему советскому человеку, и прошу помнить, что это письмо вас ни к чему не обязывает. Ваш Александр Гертинский Ворчливая песенка Тяжело таким, как я, отсталым папам. Подрастают дочки и сынки и уже нас прибирают к лапам, эти критики и знатоки. Вот, допустим, выскажешь суждение. Может, ты всю жизнь над ним потел. Им смешно. У них другое мнение. Ты, отец, ужасно устарел. Виноват. Я в ногу. А одышка, это, так сказать, уже не в счет. Не могу ж я, черт возьми, в припрыжку забегать на двести лет вперед. Ну, конечно, спорить бесполезно, отвечать им тоже ни к чему. Но упрямо, кротко и любезно можно научить их кое-чему. Научить хотя бы не зазнаваться и своих отцов не презирать. Как-то с нашим возрастом считаться, как-то все же старших уважать. Их послушать так они большие, могут целым миром управлять. Впрочем, замыслы у них такие, что, конечно, трудно возражать. Ну и надо, в общем, соглашаться, отходить в сторонку и молчать, как-то с этим возрастом считаться, как-то этих младших уважать и боюсь я, что придется папам уступить насиженный престол, все отдать бесцеремонным лапам и пойти учиться в Комсомол. 1955. Письмо действительно ни к чему не обязывало, и ответа на него не последовало. Какой мог быть ответ? Ответ о природе и социокультурных основаниях большевизма? Почему в 1920-е живой Федор Сологуб считался давно умершим? Почему в 1930-е за сборничек Сергея Есенина можно было потерять работу, а то и свободу? Почему в 40-е государственная махина всей своей громыхающей броней проехалась по Ане Ахматовой, а в конце 50-х жестко и жестоко добивала Бориса Пастернака? За жизнь дремучую, за жизнь угрюмую не потеряют души голоса. Бесконечными концертами по просторам необъятной Родины, всепогодно распахнувшей объятия авторской песни, советская власть с неизменной верностью своим идеалам загоняла в могилу крепкого по возвращению из эмиграции великого русского шансонья. Можно ли было отказаться от концерта? Да, но как? Нужно было содержать большую семью, а жить по минимуму артисту с мировым именем, с молодой талантливой женой и двумя дочерями было бы стыдно. Нужны были средства на воспитание, питание, дачу в переделке, на полноценный отпуск у моря и так далее и тому подобное. Приходилось глотать валидол и пускаться в дорогу. Как мужчина он не мог не обеспечить семью всем, что считал необходимым. Иных источников дохода, кроме съемок в кино и гастролей, прежде всего, гастролей не было. А за концерт по советским расценкам ему платили 16 рублей с копейками. Двойные и тройные тарифы предусматривались зимой для Сибири, а летом для Средней Азии. Бессортирная провинция была рада любому, кто пел, танцевал или кувыркался на трапеции. Имя Александра Вертинского на афишах походила на сказку, но уже построенный в боях социализм. После военные годы публика с удовольствием слушала его декадентские ареетки и молчанием встречала песни о войне. На его концертах никто не хотел о ней вспоминать. Dancing Girl Это бред, это сон, это снится, это прошлого сладкий дурман, это юности белая птица, улетевшая в серый туман. Вы в гимназии, церкви, суббота, хор так звонко, весенний поет. Вы уже влюблены, и кого-то ваше сердце взволнованно ждет. И когда золотые лампады кто-то гасит усталой рукой от высокой церковной ограды, он один провожает домой. И весной, и любовью волнуем ваши руки холодные жмет, о, как сладко отдать поцелуем свой застенчивый девичий рот. А потом у разлаписто ели, убежав с бокового крыльца, с ним качаться в саду на качели без конца, без конца, без конца. Это бред, это сон, это снится, это юности сладкий обман, это лучшая в книге страница, начинавшая жизни роман. Дни бегут все быстрей и короче, и уже в кабаках пятый год с иностранцами целые ночи вы танцуете пьяный фокстрот. Беспокойные жадные руки и насмешка презрительных губ, а оркестром раздавлены звуки выползают, как змеи из труб. В барабан свое сердце засунуть, пусть его растерзает фокстрот. О, как бешено хочется плюнуть в этот нагло смеющийся рот. И под дикий напев людоедов с деревянной маской лица вы качаетесь в ритме соседа без конца, без конца, без конца. Это бред, это сон, это снится, это чей-то жестокий обман. Это вам подменили страницы и испортили нежный роман. 1937-й Чита 9 января 1951 года Дорогая Лилечка, вчера, наконец, закончил эту проклятую маньчжурскую ветку и вернулся в Читу. Нет слов, чтобы описать тебе весь ужас этой поездки. Мороз минус пятьдесят семь. Ты подумай только, дышать невозможно, у меня были припадки у душ, и я рвал на шее ворот рубахи, не имея возможности дышать. Машины только вились, холодные, раскаленные от мороза, а расстояние от одного дека до следующего пятнадцать-двадцать километров. Правда, нам давали тулупы, но все равно я приезжал полумертвый. Потом отходил, отогревался и вечером, как ни в чем не бывало, пел концерт. Из пяти концертов только на одном было относительно теплее, а на остальных холод, как на улице. Поешь, а изо рта струя пара. Публика сидит в тулупах и валенках, а я во фраке. Правда, я под сорочку надевал свой свитер, но это мало помогает. И заметь, печи топятся на полный ход, но обогреть помещение не могут. Доходило до минус шестидесяти. Я проклинал свою жизнь, но дотянул до конца. Такова театральная дисциплина моя. Принимали меня трогательно, сочувствуя моим страданиям. В ДК делали, что могли, но самое ужасное – это У на У – уборная на улице. Приходилось в такой мороз ходить в уборную в сарай. Мы старались сесть мало, чтобы не ходить туда, но это не помогало. Воистину, эта поездка может называться ледяной поход. Если я и не был на войне, то теперь я заплатил за это сполна. Конечно, меня держало сознание того, что люди, приходившие меня слушать, живут в такой глуши, ничего не видя, ибо туда никто из артистов не едет, а для них это целое событие, мой приезд. И они так были благодарны, так рады мне. С Иркутска я собираюсь проделать обратный путь по тем местам, где я весной пел. Это уже хуже. Много не споешь, и некоторые города не берут меня из-за неимения помещений, которые все заняты. Это меня тревожит, потому что трудно выколотить ту сумму денег, которую я себе наметил для нашей дачи, где мои дорогие обожаемые девочки будут жить, загорать и расти. Но я упрямый хохол и своего добьюсь, хотя бы мне пришлось еще год ездить и мерзнуть. Александр Вертинский Дорогой длинной Осень Л.В. Холодеют высокие звезды, умирают медузы в воде, и глициньи лиловые гроздья, как поникшие флаги везде. И уже не спешат почтальоны, не приносят твой детский конверт, только ветер с афишной колонной рвет плакаты последний концерт. Да, конечно, последний прощальный из моей расставальной тоски. Вот и листья кружатся печально, точно порванных писем клочки. Это осень меняет кочевья, это кто-то уходит навек, это травы, цветы и деревья покидает опять человек. Ничего от тебя не осталось, только кукла с отбитой ногой, даже то, что в несчастье казалось, было тоже придумано вновь. Август 1940-го. Циндао. Поражал быт советской России, особенно на контрасте с памятным дореволюционным прошлым и виденным не так давно за рубежью. То ли дело теперь. Купишь 200 граммов ветчины, простояв за ней часа два и наслушавшись всяких ядовитых словечек от баб. Куды лезешь? Моя очередь. Позвольте, гражданка, я уже час тут стою, все видели. А я, может, тут и ночевала, у меня, может, инвалидность первой степени, а он лезет, тоже хам какой-то. Позвольте, но зачем же оскорбление? Ведь я же вас ничем не оскорблял, но она не слушает. Надел желтые ботинки и думает, что он у себя в Лондоне. Тоже барон! И так далее. Затолканный, оскорбленный, измученный, зажмешь, наконец, эту ветчину, принесешь домой, а она уже в рот не лезет и думаешь, нет, лучше чаю попить с хлебом. Бог с ними этими гастрономическими изысками. Век такой. Все торопятся, все спешат, наступают на ноги. Бабы злые, как оводы. Александр Вертинский. Дорогой длинной. Великая русская культура. Какой тут балет. В Париже женщина не имеет возраста и до сорока лет вообще считается подростком. Молодых женщин парижане не любят, но эти злые, как оводы, бабы, сразу из девочек перескочили в старух. Животной душе так и не довелось стать разумной, подняться этажом выше. Рафинированная женщина Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, у вас есть шип, а от вас они ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж старик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни лёвэн-трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. Три-четыре банкротства, приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал, европейский. Фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разорваться на сто частей. Восемнадцатый раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстрьера люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сиренникуст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум – ничто. 1933 Как-то ночью в номере Метрополя у Михаила Брохеса, аккомпаниатора Вертинского, раздался телефонный звонок. «Что вы так поздно?» – взмутился пианист. «Три часа ночи. Вы знаете, что я просил? Александр Николаевич вам звонит», – объяснила телефонистка. «Миша», – раздался в трубке голос Вертинского, – «прошу вас немедленно спуститься ко мне. Нужно записать одну мелодию». Аккомпаниатор взял бумагу, Карандаш спустился. Поэт напел. «Доченьки, доченьки, доченьки мои, Где ж вы, мои ноченьки, где вы, соловьи?» «А дальше?» «А дальше ничего нет. Вот только припев. Но вы не волнуйтесь, Миша, Потому что завтра я бы уже это забыл. Понимаете, почему я вас и вызвал?» И таких случаев было немало. День спустя пелось. «У меня завелись ангелята». Доченьки, у меня завелись ангелята, Завелись среди белого дня, Все, над чем я смеялся когда-то, Все теперь восхищает меня. Жил я шумно и весело, каюсь, Но жена все к рукам прибрала, Совершенно со мной не считаясь, Мне двух дочек она родила. Я был против. Начнутся пелёнки, Для чего свою жизнь осложнять. Но залезли мне в сердце девчонки, Как котята в чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью Я, как птица, гнездо своё вью, И порою над их колыбелью Сам себе удивлённо пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, Дешевы мои ноченьки, дебы соловьи, Вырастут доченьки, доченьки мои, Будут у них ноченьки, будут соловьи. Много русского солнца и света Будет в жизни дочурок моих, И, что самое главное, это, То, что Родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек, Мы на ёлку повесим звезду, Я каких-нибудь добрых старушек Специально для них заведу, Чтобы песни им русские пели, Чтобы сказки ночами плели, Чтобы тихо года шелестели, Чтобы детство забыть не могли. Правда, я постарею немного, Но душой буду юн, как они, И просить буду доброго Бога, Чтоб продлил мои грешные дни. Вырастут доченьки, доченьки мои, Будут у них ноченьки, Будут соловьи, А за кровью доченьки, Оченьки мои, Мне споют на кладбище Те же соловьи. 1945. В русской поэзии едва ли найдется Более яркое стихотворение, Выражающее отцовскую радость. Обе дочери поэта, Марианны и Анастасии Вертинские, Известные актрисы Русской театральной школы, И были у них ноченьки, И были соловьи, И поныне поэта, Его слово любовно осеняют Жизнь каждой из них. Театр материи Уступил здесь свое место Театру духов или Бога, Хотя возможностей продраться Сквозь лес благополучно устроившихся Бездарностей не стало больше. Жиль-де-Лёс пояснял. Но вся проблема вот в чем. Что происходит с телами, Коим предназначена участь стать человеческими, Начиная от служащего им оболочкой семени Адама? Говоря юридическим языком, Они еще на стадии зародыша Несут в себе знаменующий их судьбу Акт скрепленной печати. Когда же для них пробивает час Развернуть их части, Достичь свойственной человеку Степени органического развития, Или же образовать церебральные складки, Их животная душа Становится в то же время разумной, Обретая наивысшую степень единства, Степень духа. Если организованное тело Получает в то же время Задатки тела человеческого, А его душа возвышается До разумной степени, То я не могу здесь судить, Происходит ли это как действие обыкновенное, Или же как сверхъестественное И божественное. Как бы там ни было, Это становление представляет собой Возвышение и облагораживание. Это смена театра, Царства, сценической площадки Или этажа. Театр материи уступает место Театру духов или Бога. В эпоху барокко душа поддерживает С телом сложные отношения. Всегда неотделимая от тела, Она находит в нем Отупляющую ее И запутывающую ее В лабиринте материи животность, Но также органическую Или рассудочную человечность, Как ступень развития, Которая позволяет ей возвыситься И поднимает ее Над всеми остальными складками. Так и происходит, Если даже после смерти Разумная душа Опускается, А на страшном суде Подобной игрушке судьбы Или батискафу Возвышается вновь. Словом, Первым основанием Для существования высшего этажа Является следующее. Души находятся И на низшем этаже, Но некоторые из них Призваны стать разумными, А стало бы Сменить этаж. Жиль де лёс. Складка. В этой жизни Ничего не водится, Ни дружбы, Ни чистой любви. Эту жизнь прожить приходится По горло и в грязи, И в крови. А поэтому нужно с каждого Сдирать сколько можно кож, А чтоб сердце любви не жаждало, Засунуть под сердце нож. И для нас на земле Не осталось Ни мадонн, Ни прекрасных дам. Это только когда-то казалось Или, может быть, Снилось нам. Это нас обманули поэты, Утверждая, что есть любовь, И какие-то рыцари где-то Умирали или-или кровь, И только шептали имя Высокоблагородных дам Для того, чтобы те с другими Изменяли своим мечтам. 1940-й Шанхай Русские легко осваиваются повсюду. Александр Вертинский замечал В соотечественниках Какое-то исключительное умение Обживать чужие страны, Ибо, как писала мемуаристка И переводчица Надежда Александровна Лохвицкая, Техи, «Куда бы мы ни приехали, Всюду мы приносим Столько своего русского, Нам одним свойственного, Так разукрашиваем своим бытом Чужой быт, Что часто кажется, Будто это не мы приехали к ним, А они к нам». «Ну, как вам нравится Константинополь?» Спросил поэт Одну знакомую даму. «Ничего, Довольно интересный город, Только турок слишком много», Отвечала она. Внук поэта Степан, Сын Анастасии Вертинской И Никиты Михалкова, Показывает подаренное Бабушкой кольцо Александра Вертинского, Которое артист надевал на концерты, Иногда в театр. Носить кольцо внук не может, Потому что боится Показаться смешным. Как ироничная жизнь. У Степана Никитича Два деда. Один – гибна и баснописец, В буквальном смысле слова Доедал чебуреки С тарелки вождя народа. Записи другого Тот же самый вождь Слушал по ночам В своем зловещем кабинете В Кремле. Один забронзовел В недавно сооруженном Столичном памятнике, Память о другом Люди берегут в сердце. Насильно мил не будешь. Может быть, однажды, Когда страна попытается Жить не по лжи, Кольцо Александра Николаевича Вертинского засияет, Если не на руке внука, Так правнука. Джимми Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом, Но в наше время Это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, Носить ботфорты, плащ, Кольцо с агатом. Вам жизни хочется Отважной и тревожной. Вам хочется бродить по океанам И грабить шхуны, бриги и филуки, Подставить грудь ветрам и ураганам, Стать знаменитым черным капитаном И на борту стоять, Скрестивши гордо руки. Но, к сожалению, Вы, мальчик, при буфете, На мирном пароходе в Гватемале. На триста лет мы с вами опоздали, И сказок больше нет На этом скучном свете. Вас обижает мэтр За допитый коктейль, Бьёт повар за пропавшие бисквиты. Что эти мелочи, Когда мечты разбиты, Когда в двенадцать лет Уже в глазах печаль. Я знаю, Джимми, Если б были вы пиратом, Вы б их повесили однажды На рассвете На первой мачте вашего фрегата. Но вот звонок И вас зовут куда-то. Прощайте, Джимми, Сказок нет на свете. 1934-й Средиземное море Пароход Теофиль-Готье Жить Жить очень трудно. Пока ты молод, Ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание отвлекают тысячи мелочей. Тебя очаровывают Всевозможные земные развлечения И недосягаемости. Тебя манят к себе планы и мечты. Победы, Такие трудные и такие ненужные, Отвлекают твое внимание от главного, От того, что ты живешь. То есть ты тратишь положенное тебе Весьма ограниченное время На эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим На так называемую любовь, На борьбу за свое существование, На желание достигнуть каких-то успехов, Чем-то выдвинуться, Обратить на себя внимание и прочее. Тут нам не до итогов. Тут мы широко и безоглядно Тратим себя, Свои лучшие силы, Своё Божие дарование, Расточаем себя, Как моты и кутилы. Незаметно в этих вечных хлопотах, Исканиях, победах и поражениях, Проходит главный кусок времени. Проходит жизнь. И когда все это проходит, И тебе уже за 60 лет, И ты чего-то добился, А чего-то не добился, И когда уже нет сил, И ты поздно спохватился, Почитав свои ресурсы, А ты еще живешь, Но уже промотался, И в кармане у тебя последние гроши, А жить еще надо, И главное, неизвестно, Сколько лет надо еще жить, То тут встает во всей своей простоте И неумолимости вопрос. А чем жить? Ведь почти все растрачено, Израсходовано. И сколько жить? Тишина, молчание, Никто не знает сколько. Вот тут начинаешь понимать, Что ты банкрот, Что надо жить, А жить нечем, Все уже истрачено, Самое трудное – это жить. Просто жить. Александр Вертинский. Размышления. Без женщин. Как хорошо без женщин, Без фраз, Без горьких слов И сладких поцелуев, Без этих милых, Слишком честных глаз, Которые вам лгут И вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, Без длинных благородных объяснений, Без этих истерических измен, Без этих запоздалых сожалений, И как смешна нелепая игра, Где проигрыш велик, А выигрыш ничтожен, Когда партнеры ваши шулера, А выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем вдвоем Сидеть и пить Простой шотландский диски И, улыбаясь, Вспоминать о том, Что с этой дамой Вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному В своем веселом холостяцком флете И знать, что вам не нужно Никому удавать отчеты, Никому на свете, А чтобы проигрыш немного отыграть, С ее подругой затеять флирт невинный И как-нибудь уж там застраховать Простое самолюбие мужчины. 1940. По данным Госкомстата, Россияне чаще всего умирают От того, что живут в России. И это все менее походит на шутку. Поэт сожалел. Не успеешь с человеком познакомиться, Смотришь, уже надо идти на его панихиду. Люди кокаются, как тухлые яйца. У всех склерозы, давление, инфаркты. И неудивительно, век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти. А телефоны, а телевизор, А всякие магнитофоны. Ужас, кошмар. И все это орет, как зарезанное. Требует, приказывает, уговаривает, Получает, вставляет вам в уши клинья. И везде. В собственном доме, на улице, В магазинах, в учреждениях, У соседей, где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой-то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, А выключить не позволяют. Пусть говорит. Зачем? Так. Они точно боятся, что если оно замолчит, То будет хуже. Не дай бог еще что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то. Ни почитать, ни подумать, Ни сосредоточиться невозможно. Александр Вертинский, Дорогой длинной. Дадим артисту Вертинскому спокойно умереть на родине. Скал Кремлевский горец, Вычеркивая его имя из списка попадающих под компанию борьбы С безродным космополитизмом в 1948-м. И артистами тронули. Жить не дали, но умереть спокойно позволили. Его сердце остановилось в ленинградской гостинице «Астория» после концерта 21 мая 1957 года. Зацветал миндаль, таяла и улетала печаль. Родная страна царства весны, Золотой сон блистательного мира русской поэзии, Вознесшимся над пепелищем Христом, Встречала его. В степи Молдаванской Тихо тянутся сонные дороги, И, вздыхая, ползут под откос И печально глядит на дороги У колодцев распятый Христос. Что за ветер в степи Молдаванской, Как поёт под ногами земля, И легко мне с душою цыганской Кочевать никого не любя, Как все эти картины мне близки, Сколько вижу знакомых я черт И две ласточки, как гимназистки, Провожают меня на концерт. Что за ветер в степи Молдаванской, Как поёт под ногами земля, И легко мне с душою цыганской Кочевать никого не любя. Звону дальнему тихо я внемлю, У Днестра на зелёном лугу И российскую милую землю Узнаю я на том берегу. А когда засыпают берёзы И поля затихают ко сну, О, как сладко, как больно сквозь слёзы, Хоть взглянуть на родную страну. 1925 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok